Всем привет! Это творческий и интенционный процесс. Интенциональный. Чёрт, ну ладно. Меня зовут Лёня Моско, это мой еженедельный подкаст «Терапевтическая беседа», в котором может поучаствовать любой желающий. Это 50-й выпуск и его тема «Помощь». У меня в гостях Соня. Давай, Соня, познакомимся немного, ответим на 4 вопроса. Это возраст, статус отношений, профессия и интересные факты о себе. Например, мне 35 лет, я женатый программист. Интересный факт обо мне, в день, когда выйдет этот подкаст, у меня будет день рождения. Это будет 2 июня. Так, ну что я могу рассказать интересного о себе? Я Соня, мне 25 лет, я психолог. И что ещё интересного, у меня день рождения 1 марта, подкаст не выйдет в моё день рождения, как мы это уже понимаем. У меня есть кошка, обесинец. У меня есть собака, восточноевропейская. Что ещё? Статус отношений. Статус отношений, я в отношениях, но не замужем, но в отношениях. Что ещё есть такого? Прям интересное. Собаки и кошки, ты сказала. Собаки и кошки, я вот сейчас понимаю. А жизнь такая-то не особо-то и интересная получается. У меня есть собака, кошка, работа. А где интересно? И вроде бы всё хорошо. А вот что такое хорошо, мы не знаем. Ну всё, сразу полетели философия. Всё, сразу философия. Ладно, давай про подкасты немножко поговорим. Ты слушаешь подкасты? Нет. Почему? Никогда не интересовалась этим, даже не смотрела. Не слушала. Ничего не могу сказать. А нет, вру, вру, слушала я подкаст. Подкасты я слушала, пролетая над психбольницей, по-моему. Он там про маньяков рассказывает. Вот, я увлекаюсь маньяками, это из интересного. Класс, что ты имеешь в виду, когда говоришь, я увлекаюсь маньяками. Ой, я в детстве вела даже вот такую книжку большую. И там я изучала маньяков. Я расписывала, когда родился, сколько было жертв, где крестился и почему это произошло, что его привело к тому или иному действию. Вот. Сейчас уже, соответственно, ничего не помню, но эта книжка, она осталась с тетрадком, двухтомник такой. И вот это было такое увлечение когда-то. Ну и сейчас периодически бывает так в серии. Что посмотреть? Ну, конечно, посмотрим что-нибудь про маньяков, либо про работорговлю. Да, я в детстве хотела быть работорговцем, но, опять же, это в детстве. Сейчас уже время прошло, уже не детство. А сколько тебе было, когда ты начала вести эту тетрадь? Сколько? Двенадцать. Обалдеть. Да, двенадцать лет. А как это случилось? Как ты к этому пришла? Ты не помнишь? Ну, как к этому пришла? Ну, получается, сидела я, сидела, такая, думаю, чем мне заняться? Чем мне заняться? Здесь как бы дома из интересного было ничего, ну, то есть, такая вот квартира, такая холупа уебищная. И получается, вот здесь вот крыса, да, живет, вот здесь компьютер стоит, да, вот здесь люди, которых я не особо хотела видеть, ну, мама и отчим, да, но мама и хотела видеть, отчима не особо. Вот, и получается, вот я думаю, что делать? Ну, как бы тут только о маньяках изучать. Прикольно. Да. А, и где ты брала информацию о маньяках? Из интернета. То есть, благо уже интернет был, компьютер был такой стационарный. И вот я сидела, искала, переписывала. То есть, до меня еще тогда не дошло, что, Соня, ну, ты открой этот Word-файл, ну, пиши на компьютер, потом распечатать. Нет, нужно было взять и начать вот расписывать всю тетрадку. Прикольно. Очень. И до какого возраста ты ее вела? До лет 15. И ты списала две тетради? Ну, больше. Там, получается, такой двухтомник у меня вышел, он где-то вот такой. Угу. Вот. У тебя какие-то планы есть, что-то с этим делать? Когда ты последний раз ее открывала и читала? О, после нашего с тобой общения в WhatsApp. Ага. Да, вот это был последний раз, когда я ее открыла. Получается, это сколько, неделю назад? А почему? А он, не знаю, просто захотелось открыть, посмотреть, что я там делала. Я поняла, надо же будет что-то о себе рассказывать. Подумала, открой-ка я тетрадку. Что-нибудь интересное прочитала? Ой, что-нибудь интересное? Ой, из такого, что прям вот интересного, 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 интересного. Ну, судя по всему, нет. Ну, прям интересного, наверное, нет. Вот, что прям вот было интересно. У тебя была какая-то цель, когда ты открывала эту тетрадь? Нет. Нет, ну, конечно, может, ты маньяк, а может, мы в лесу. Ну, как бы. А, я понял. Ты с целью подготовиться, как вести себя при маньяках, если что. Окей. Значит, ты лазила по интернету, искала информацию по маньякам и ее как-то резюмировала, записывала какие-то интересные моменты. Хорошо. Это, наверное, самый интересный факт из всех, что у меня был на подкасте. И ты слушала подкаст «Пролетая над психбольницей». Да, по-моему, так он называется. Когда это было? Так, так, так. Последний раз это было. Так. Мы ездили к бабушке. Ну, как видишь, с родственниками я люблю видеться. Всегда либо маньяки, либо подкасты про маньяков. Так, это было где-то месяц назад, да, мы были у бабушки, и вот, ну, я устала от любви семьи и ушла в другую комнату. А что я могла там делать? Я вот послушала про маньяк. Это был последний. Как ты попала на этот подкаст? Подкаст, как я попала? В Инстаграме перебирала видеоролики, и там к одной из девочек подошли, спросили, а что ты слушаешь? Она сказала про этот подкаст. И я подумала, ну, что-то интересное, зайду тоже послушаю. Чисто случайно. Да, то есть чисто случайно. Не было такого, что я целенаправленно искала его подкасты. Тебе понравилось? Как он рассказывает? Ну, вообще этот подкаст. Такой достаточно неплохой. Он неплохо рассказывает. Я просто не знаю, как человека зовут, который это делает, по этому. Это монолог, да? Да. Он один рассказ, достаточно эмоционально, с подробностями. То есть его интересно слушать. Хорошо. И больше ты к нему не возвращалась? К этому подкасту или к какому-либо другому тоже? К какому-либо другому точно не возвращалась. К его подкастам нет. С того момента больше не возвращалась. Угу. Хорошо. Что? Ты не смотрела мой подкаст? Давай, признавайся. Ты обещала. Так, смотри, я их посмотрела, ну, вот таким вот образом. Так, что он там делает? Так, ну, интересно. Интересно. Надо послушать. Соня, надо послушать. Подготовься, подготовься, подготовься. А потом я пришла и сказала, а не готовься. Я подумала, о, вот это мое. И Соня не готовилась. Хорошо. Психология. Ты психолог? Да. Почему? Почему психолог? С детства хотела быть психологом. В возрасте 8 лет прочитала социальную психологию. Ну, плюс у меня мама, она по второму образованию психолог. И получается, я с детства слушала книжки по психологии. Потому что когда я родилась, мама обучалась. И, соответственно, заместо сказок мне читали психологию. Класс. Да, поэтому так и зародилась любовь к психологии. И далее я себя просто не видела ни в чем другом. То есть так я пришла к психологии. Прикольно. Впитала она с рассказами мамы. Да. И ничем другим ты в своей жизни не занималась? Ну, почему? Вот, например, так сейчас параллельно я обучаюсь на юриста. То есть я будущий юрист. По мне сразу видно, кто кто. Юрист, конечно. Вот, но это скорее воплощение мечты мамы. То есть я считаю, что мама хочет, чтобы я была юристом. Ну, значит, пусть будет образование юриста для мамы. То есть захотела ты в психологию, потому что мама тебе читала, а пойдешь ты в юриспруденцию, потому что мама захотела. Верно. Класс. Класс. Вообще очень сильно зависимо от мамы. То есть, да, у меня мама – это такой центр вселенной. Ну и вообще в мире человека мама является неким таким центром вселенной. Начинается все с отца, а дальше вот все вокруг материи – это мама. И мама – она в любой точечке вселенной. То есть все, что мы видим, это во большом наше отношение к маме. Даже отношение к маме – это будет отношение к маме. И все претензии к маме – это претензии будут к маме. И так, в принципе, к любому человеку. В редких случаях, когда это будет стоять отец за человеком и, соответственно, с претензией будут идти к отцу. Интересно. Очень. Хорошо. Как ты относишься к другим психологам? Прекрасно. У тебя есть знакомые психологи? Близкие и знакомые? Мам. Всё. Но мама, она работает врачом. Понятно. Но кроме мамы у тебя нет такого круга регулярного общения, где тоже психологи. Ну, скорее, они себя будут позиционировать не как психологи, а как энергопрактики, массажи, бары. То есть даже я занимаюсь, скажем так, ну, для кого-то будет псевдопсихологией, потому что я занимаюсь квантовой психологией, а это всё же больше работа в полях. И, ну, не каждый это понимает. Кто-то скажет, что это всё бред, этого всего не существует, и это всё просто выдумка и воображение. Ну, это понятно. Ну, то есть друзей психологов нет? Нет. Ну, вот так, чтобы... Ну, нет, нет. А как думаешь, почему? Потому что у меня, в принципе, нет друзей. О, интересно. Да, то есть у меня нет друзей. Сильное заявление. Мне кажется, в 25 я бы тоже так сказал. Вот. Ну, то есть как-то с детства вот с этим не сложилось. В лет, наверное, 5 были подружки, которые со мной дружили из-за того, что я покупала им мороженое. Когда я не захотела им покупать мороженое, как-то и друзей не стало. Потом я поняла, что пользуются моими игрушками. Я подумала, а это мне зачем? Я подумала, зачем дружить с теми, кто просто тобой пользуется. И далее как-то это вот пошло так по жизни, поэтому единственный друг – это мама доверять. Можно только маме. И как бы если тебя уже подставит мама, то, ну, тут вообще миру доверять нельзя. А окружающим, ну, нет у меня доверия к ним. То есть общаться можно, можно быть приятелями хорошими, но о дружбе говорить не стоит. Всё же дружба – это некая глубинная составляющая, до которой нужно, наверное, дорасти во взаимоотношениях. Также, ну, это если уже брать, опять же, юмор, то друг – это тот человек, с которым можно прятать труп. А вот таких людей не так много, поэтому. Ну, то есть, если говорить про человека в целом, не про тебя в частности, а дружба – это же, можно ли это сказать, что это неотъемлемая часть нормальной жизни человека? Нет. Почему? Потому что человек, неотъемлемая часть человека – это он сам. Если человеку некомфортно наедине с собой, то смысл этой жизни будет. А дружба – ну, хорошо, мы окружим себя друзьями. А счастье в чём будет заключаться в этом? Пообщаться? А при чём здесь счастье? Ну, мы же зачем-то… Я про счастье ничего не говорил. Вот, ну, мы же зачем-то дружим. Зачем дружба нужна? Чтобы испытывать какие-то приятные ощущения. Хм, интересное мнение по этому поводу. Вот, то есть, как бы, а зачем нужна дружба? Чтобы чем-то поделиться? Чтобы что-то попросить? Я бы не сказал. Вот, расскажи. У дружбы много целей, на мой взгляд. Во-первых, вообще взаимоотношения с другими людьми – это неотъемлемая часть социума. Это взаимоотношения, это не дружба. Да, а дружба – это близкие взаимоотношения. Да. Друг, на мой взгляд, одна из главных его задач – это делать нас здоровее психологически. Потому что, когда рядом с нами нету в долгий, в средний долгий срок близкого человека, который нам говорит, что он думает о нас, это влияет на человека психически. Безусловно, для этого есть семья. Это ты можешь быть и героем, и лидером, но придя домой, ты станешь, ну, обычным человеком. И тебе скажут всё, что тебе думают. Для этого не обязательно дружба. Интересное, интересное мнение. А для психологической помощи существуют психологи. Как бы зачем грузить своими проблемами другого человека? Грузить своими проблемами. Да, грузить своими проблемами. Для этого и специальные люди обученные. Ты к ним приходишь, грузишь их, они решают с другом. Ну, хорошо, мы выпили. Даст он неквалифицированную помощь, он даст её с отсылкой на себя. Он не скажет, скажем так, абстрактно. Он скажет, ну, основывайся на своём опыте. У меня опыт вот такой, и, следовательно, у тебя будет так же. И он уже, исходя из этого, даст тебе какие-то советы. Ну, я не нуждаюсь в таких советах. То есть ты не веришь в дружбу? Ну, я в дружбу верю. Но я считаю, что дружба всё же это что-то, что складывается годами, проходит испытания. И вот дружба, это, наверное, что-то более глубинное. Она нужна или нет, я не могу понять? Как будто бы не нужна. Ну, скажем так, в моей жизни на сегодняшний момент она не нужна. Но, возможно, в чьей-то жизни это важная составляющая. Но в моей нет. Почему? Потому что у меня есть мама, с которой я могу пообщаться обо всём. Которая мне, если я не права, скажет обо всём. Потому что у тебя есть друг мама? Да, друг мама. И другие друзья тебе пока не нужны? Да, можно и так сказать. А если бы мама не была твоим другом, можно было бы сказать, что тебе нужен друг? Тогда бы я общалась, вероятнее всего, наедине с собой. Вот садишь напротив зеркала и сама с собой общаешься. То есть можно обойтись без людей, можно дружить с самим собой? Да. Интересно. Интересная такая мысль. Как ты думаешь, почему в тюрьмах в качестве наказания выбирают изолятор? То есть изолируют человека от других людей? Почему это наказание, если это, в принципе, норма, можно общаться с самим собой? Ну, вот если так уж подходить, то там не только ты находишься наедине с собой, ты ещё находишься в достаточно ограниченном пространстве, и у тебя ничего нет. То есть, мне кажется, тут момент не в том, что тебе не с кем пообщаться, а в том, что у тебя за стенкой может быть шум и гам, ты не можешь спать. Здесь у тебя маленькое окошко в лучшем случае, здесь кровать и комнатка вот такая вот. То есть, мне кажется, здесь момент не в том, что ты наедине с собой. Здесь момент в том, что тебе просто плохо, потому что тебя ограничили во всём. Это момент уже ограничений, и это вынужденное ограничение, это разные вещи. Если бы меня посадили в клетку и сказали, ни с кем не общайся, вот здесь, безусловно, я бы испытывала страдания. Но когда ты сам принимаешь решение не дружить с кем-либо, ну, это немножко другое. Я же не принимаю решение ни с кем не общаться. Я могу вот с тобой сейчас общаться, я могу пойти вон с девушкой пообщаться, я могу вон пойти, пристать к женщине, да, и начать вести какую-то дискуссию. Но это не дружба, это общение. То есть, если мы будем брать вот на уровне знакомств, с кем-то встретиться в кафе, пообщаться, ну, ради бога можно. Но это не о дружбе. Дружба — это, опять же, что-то более глубокое. Это когда ты человека знаешь изнутри, когда ты ему все целы и полностью доверяешь. Когда ты знаешь, что в любой ситуации он будет рядом, что он тебя не подставит и не подведет. Таких людей вот много, знаете? Это звучит как идеализирование дружбы. Безусловно. Но друг — это не идеальный человек, но это человек, который будет на твоей стороне при любых обстоятельствах. И будет тебя поддерживать, выбирать твою сторону и отстаивать твои позиции. Это уже дружба. Все остальное — это товарищество, знакомство. Чем тогда товарищество отличается от дружбы? Тем, что мы можем посидеть, выпить, пообщаться. Ну, посиди, пообщайся также с котом, он тебя выслушает. Это дружба? Нет, это кот. Ну, я понял. Мне кажется, в твоем понятии дружба — это что-то настолько высокое, до чего опасно подпускать людей, которые недостойны. Ну, можно и так сказать. Но также я понимаю, что вот с многими девочками, с которыми я общаюсь, они считают меня своей подругой. Я так не считаю. Мы знакомые, мы товарищи. Но мы не подруги. Но в мозгах этих девочек, да, дружба, она вот такая. Встретиться, в кафе пообщаться, сказать ля-ля-ля, тополя, у нас все хорошо или у нас все плохо. Мы там были там, мы были здесь, все, давай пока обнимай, целуй. Но это дружба, нет. Это встреча в кафе. Можешь ли ты сказать, что твое представление о дружбе отличается от среднестатистического в среднем по больнице среди людей? Да, наверное. Как ты думаешь, почему? Потому что я в дружбу вкладываю более глубокое понятие. Почему? Потому что, на мой взгляд, не нужно смотреть на вещи столь приземленные. Если мы будем обычные вещи называть чем-то более высоким, ну, тогда теряется этимология даже слов. Ну, то есть, мне кажется, дружба изначально по этимологии, не буду врать, не изучала этимологию именно этого слова, ну, это более глубокое понятие. Я об этом и спрашиваю, что твое видение дружбы, оно отличается от среднестатистического. Да, оно отличается. Но вопрос, почему, ну, наверное, потому что я на вещи смотрю немножко по-другому. Ну, наверное, потому что я не считаю, что обычное знакомство стоит называть дружбой. Например, ну, это так же, как если бы мы вышли и сказал, а мы с тобой друзья. Ну, нет, мы еще не друзья. Мы пообщались, да, мы можем быть товарищи, мы можем стать знакомыми. Возможно, вот это товарищеское знакомство, оно перетечет в дружбу там, по истечению долгого времени, по истечению испытаний и трудностей. И мы придем вот к этой точке, где мы будем говорить, мы друзья, мы стоим друг за друга. То есть при любых пытательствах мы будем вместе, мы друг друга поддержим. Это возможно, но для этого должно пройти ни день, ни два, ни три. Ни месяца, ни года. Окей. Возможно, даже столетия. Возможно, это вообще вот наши души должны были пересечься в прошлых воплощениях. Вот скреститься там усиками, встретиться, да, и мы такие встретились, такие вот мы друзья с тобой. А у тебя всегда было такое представление дружбы? Усиками скреститься? Нет, ты сейчас придумала. Нет, я имею в виду, что это такое что-то высокое, до чего нужно прям быть супердостойным. С лет пяти. Ну, то есть всю осознанную жизнь. Да. А как ты думаешь, твое мнение по этому поводу может измениться? Безусловно. В сторону общего принято? Конечно, конечно, может измениться. На мой взгляд, вообще человек — это очень изменчивая натура, и изменяться, меняться. Можно вообще каждый день. Сегодня у тебя были одни мысли, завтра пустешься, у тебя будут абсолютно другие мысли. И это нормально, и это нужно также учитывать. Хорошо. Как-то мы в дружбу углубились, да? Так, это же прекрасно. А что для тебя дружба? Для меня дружба, ну, это близкая связь, которая ближе, чем все остальное. Это следующее после родственной связи, поблизости связь. Получается, например, связь с собакой — это же связь дружбы? Нет, почему? Я считаю, что дружба может быть только между людьми. То есть дружь только между людьми? Да. Но получается... То есть я могу сказать, что мне собака как друг, но не друг. Получается, жена — это же тоже не совсем родственник. Но это родственник, ну, который им стал. Но при этом говорят, что жена не может быть другом. Как ты на это смотришь? Или наоборот? Ну, тут я, наверное, могу так же считерить, как и с собакой, сказать, что жена может проявлять свойства дружбы, свойства друга. То есть она может быть как друг, но это не друг. Нельзя быть одновременно женой и другом. Потому что ты либо друг, либо жена. А жена может при этом быть как друг в каких-то смыслах. И, на мой взгляд, это важно. То есть свойства друга должны быть и в жене. А у тебя есть друзья? Конечно. А сколько их? Ну, несколько. То есть два? Нет, почему? Десять. От двух до десяти где-то так. И это все друзья? Это все друзья. Я тебе больше скажу. Я когда-то был твоего мнения. Ну, то есть не твоего, а рассуждал близко к тому, что говоришь ты. И очень часто говорил, что у меня нет друзей. И я характеризую это свое время как довольно темное. Мне кажется, это был признак каких-то проблем психологических. Возможно. Возможно, возможно. То есть, безусловно, недоверие к людям — это психологические проблемы. Тут как бы нельзя это отрицать. Ну, там не столько про доверие было, сколько... Что же я думал, когда говорил такое? Сейчас я попытаюсь вспомнить. Это было про то, что я к людям отношусь лучше, чем они ко мне. То есть я могу быть другом, а люди ко мне какие-то... Не такие. Более холодные, да. Я, наверное, за это обижался на них и на мир, и говорил, что нет у меня друзей. Интересно. Да. Итак, мы выяснили, что у тебя нет друзей-психологов. Нет, нет. И вообще друзей нет. Тоже выяснили. Да. Как ты считаешь, что нужно, чтобы стать психологом? Хороший вопрос. Что нужно, чтобы стать психологом? Да. Что нужно, чтобы человек мог сказать «я психолог», и при этом не врать? Или я не знаю, как это сформулировать еще вопрос. Ну, ты понимаешь, да, о чем я? Да, я поняла, о чем ты. Ну, наверное, во-первых, начинаться должно с призвания. Причем это в любой деятельности. На мой взгляд, нужно идти туда, где у тебя есть призвание, и то, чем ты будешь заниматься через сердце. То есть это будет любимым делом. И на мой взгляд, это очень важно. То есть если ты этим заниматься не хочешь, то туда лучше и не идти. Потому что дальше ты будешь просто страдать. Каждый день, приходя на работу, и думать, зачем мне это нужно. Поэтому начинать все должно с призвания и к любви. К тому, чем ты занимаешься. Далее, ну, опять же, это образование. То есть образование, оно должно быть. Хотя сейчас, если так посмотреть, часто можно встретить, когда проходят уже какие-то курсы, и заниматься какими-то около, возможно, психологическими, или даже психологическими практиками. Как бы этому сейчас обучают. Ну, и почему нет? Если у человека призвание, и он может этим заниматься без фундаментального образования, ну, круто, классно, но человеку повезло, скажем так. Поэтому, на мой взгляд, основное это, чтобы человеку нравилось то, чем он занимается. Чтобы у него это шло через сердце. Чтобы он постоянно пополнял свои знания. То есть саморазвитие. Возможно, я даже допущу тот момент, что психологам нужно родиться. То есть знания, они могут приходить извне. Человек может изучать их даже сам по ютубу. И если ему этого достаточно для того, чтобы помогать другим людям, а основа психологии — это именно помощь другим людям, то суперклассно. Он может быть превосходным психологом. Правильно ли я понимаю, что ты считаешь, что человек не может называть себя психологом, если он не любит психологию? Скорее, если человек... Ну, опять же, просто вот любовь к психологии. Любовь к психологии. Скорее, если он не хочет развиваться в этой области, и он не любит то, чем он занимается. То есть можно не любить психологию, но можно безумно сильно любить помогать другим людям. И выбрать какую-то область психологии и начать её изучать. Потому что любовь к психологии — это некая такая, опять же, фундаментальная. То есть, например, я люблю социальную психологию. У меня такой вот есть там трёхтомник, я его изучаю. Я люблю психологию. Ну, опять же, вот любовь. Скорее, нравится. Хотя и слово «любовь» я уже думала, в принципе, это подходит. Любимое дело, любовь подходит. Ты прав. Давай на этом. Я почему спросил, то есть вторую часть твоего ответа, я с ней более-менее согласен, когда ты про образование стала говорить, про работу, но ты начала с любви, с призвания. И сказала, что это относится к любой сфере. И я пытаюсь перенести это на себя. Я, например, программист. Я ненавижу программирование. Ты мужчина. Я ненавижу свою работу. А при чём здесь это? А это имеет значение. Женщина должна заниматься больше любимым делом. То есть, для женщины неважно, приносит ей любимое дело доход. Не приносит. Она должна находиться в развитии. Она должна уметь владеть энергиями. Мужчина, для него важно быть лидером, защитником. А лидерство и защита, она также складывается из возможности обеспечивать существование своей семьи. А здесь уже, как бы, иногда любимое дело, оно отходит на задний план. Потому что для мужчины будет важнее вот именно обеспечение. И вот этот момент обеспечения для мужчины будет важен. И любимое дело, если сошлись, хорошо, нет, ну, печально. Но, опять же, мужчина, он может со временем, вот, когда утвердится в социуме, прийти к любимому делу. И также вот тут ты работаешь, то есть, ты нагружаешь себя. Мужчина формируется через трудности. А далее, например, встречаешься, общаешься о подкастах с разными людьми, то есть, занимаешься каким-то любимым делом. То есть, ты расслабляешься. То есть, тут вот такой момент. Получается, ты отвечала на вопрос в контексте женщины? Безусловно. А, интересно. То есть, я женщина, отвечаю в контексте женщины? То есть, мне это иметь в виду в ответах на все вопросы, которые я буду задавать? Да. Интересно, это немного усложнит для меня задачу. Ну, мы же разные, мужчина и женщина по своей психологии разные. Как можно сказать в общем, если мы разные? Ну, если я задаю вопрос в общем, я же не спрашивал про женщин, а ты мне отвечаешь про женщин. Безусловно. Это мне усложняет как бы, ну, то есть, я одну картину построил, когда ты мне ответила, а потом ты уточняешь, а, и вся картина рушится, и мне заново строится. Ну, я женщина, мне можно. Да, тебе, безусловно. Согласен. Окей. А что был за вопрос? Так, что был за вопрос? Хороший вопрос. Да, что нужно, чтобы стать психологом? Да. Ты говорила про образование, и ты сказала, что оно нужно. Да. И как будто бы, даже если оно какое-то супер невнятное, но это твое любимое дело, ты им занимаешься, у тебя хорошо получается. То есть, это либо образование, либо какая-то существенная практика, более-менее положительная. Да. Ну, так же, в принципе, ну, как я уже сказала, что если человек может получить образование по Ютубу, вот он настолько продвинутый, скажем так, ну, тоже может быть. То есть, бумажка не обязательно? Да. Если ты... Да. То есть, хороший психолог, это не обязательно с бумажкой? Конечно. Окей. Ну, просто, когда у тебя есть образование, ты уже будешь знать, что это, ну, не просто бумажка, это картонка. Вот все, что тебе это даст. Да. А бумажка хорошим психологом тебя не делает? Нет, вообще. У тебя, может быть, хоть 20 бумажек, хоть 30, хоть 100, но эти бумажки, они будут вот так вот лежать, и они ничего тебе не дадут. Ну, они есть. Хорошо, круто, классно. А на практике, что ты можешь дать? И получается очень часто так, что в теории ты классный психолог, а на практике ты, ну, ничего дать не можешь человеку. Окей. Еще небольшую рекламку вставлю от себя. У меня помимо подкастов есть канал, где я перевожу и озвучиваю лучшего, на мой взгляд, клинического психолога Джордана Питерсона. Призываю всех туда заглянуть. И еще у меня есть телеграм-канал, где я пишу тексты переводов интересных рилсов с каналов психологов, на которых я подписан. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мои каналы, ставить лайки, писать комментарии. Если хотите, чтобы моего контента было больше. Ты знаешь, что такое Джордан Питерсон? Расскажи. Это канадский психолог. Он преподавал в университете Торонто, профессор психологии. У него много лет на клинической практике. И он ютубер. У него есть свой подкаст. Больше пяти миллионов подписчиков. Он катается по всему миру, дает лекции, написал три книги. Четвертую сейчас должна скоро выйти. Вот. Ммм, круто. Да, я на него случайно наткнулся два-три года назад, и он в каком-то смысле изменил мою жизнь. В какую сторону? В лучшую. Да, у меня были проблемы с психикой, у меня были депрессивные настроения, состояния. И в процессе выкарабкивания, по-моему, я на него наткнулся. Не то чтобы с него все началось. Я и психологом ходил, и психиатром. И все это было. Но вот именно он, на мой взгляд, очень сильно помог мне справиться со всем этим. Классный детский. Вообще класс. И вот я смотрю его видео на английском, и иногда хочу ими с кем-то поделиться, но у меня в окружении не так много людей, которые понимают английский, поэтому я решил переводить эти видео и выкладывать на YouTube. У меня отдельный канал для этого. Там уже тоже подписчики копятся, людям нравится. Еще одно мое хобби. Это прекрасно. А вообще, как ты пришел к подкастам? Я люблю подкасты. У меня есть один такой невысокого ранга кумир. Дима Гаврилов комик. У него есть подкаст, где он... Формат у него такой своеобразный. Он просто включает камеру, микрофон и час садится и говорит все, что ему взбредет в голову. Мне нравилось его смотреть, потому что он комик, у него получается довольно смешно. Но я посмотрел это еще и с точки зрения саморефлексии, самотерапии такой, когда ты сидишь, что-то говоришь, а потом это можешь посмотреть и как-то оценить это с какой-то точки зрения. И я думал, я тоже так попробую, но у меня не получилось. Поэтому я хоть что-то хотел все-таки попробовать, потому что мне и обычного формата подкасты, где два или больше гостей тоже нравится. И я стал заставлять мучить своих знакомых со мной записывать подкасты. Потом, когда они закончились, я стал незнакомых людей привлекать для этого. И вот, собственно, выбрался уже в кофему и здесь мучаю время от времени людей. И часто? Всем обычно нравится. Раз в неделю примерно. Да, подкаст у меня выходит, записываю по выходным и примерно в это же время выходит. Какой-то молодец. Стараюсь. Вот. Чего, будем переходить потихоньку к теме? Да. Или давай начало немножко с тобой поближе познакомимся? Как считаешь? Ты мне интересные характеристики о себе написала, когда мы с тобой списывались? Ты написала, что у тебя нетипичная подача. Можешь про это рассказать? Что это значит и почему так? Нетипичная подача в рамках психологии. Да, в работе. Да. Ну смотри. Во-первых, я увожу человека на эмоции. Для меня очень важно, чтобы человек находился в неком эмоциональном всплеске. Или негативном, или позитивном. Так как именно через эмоции можно человеку заложить, скажем так, правильные семена. То есть когда человек эмоционирует, он может в этот момент быть очень агрессивен. Или же улыбаться и радоваться жизни. Но, говоря определённо трансформационные фразы, они у него записываются в этот момент. И это немножко нетипично. И некоторым людям это не нравится. Так как, как правило, люди всё же увожу на некую такую агрессию. То есть, если, допустим, смотрел сериал «Триггер», то ты поймёшь, о чём я. Ну, думаю, видел. Ну, или же примерно представляешь. То есть нужно человеку вывести вот такую вот эмоцию очень сильно, чтобы он начал злиться, психовать. И в этот момент начать с ним прорабатывать. Так пока человек не выскажется, пока он не придёт к этой точке боли, мы дальше никуда не двинемся. А можно ли сказать, извините, апперевью, что это в каком-то смысле снятие защиты? Да, можно и так сказать. То есть это некое такое снятие защиты. То есть человек остаётся перед тобой уже неким таким обнажённым агрессией, это некая уже слабость, когда ты ничего сделать не можешь. И в этот момент с человеком можно продолжать, скажем так, работу. Далее, что ещё из нетипичного. Работаю я в полях. То есть мы прорабатываем какие-то установки, которые были заложены ранее. Они были заложены ранее нашими ещё предками. И это тоже для некоторых нетипично, и некоторые не будут это воспринимать. То есть если им сказать, что, например, у тебя горловой зажим произошёл, например, потому что, ну, допустим, в третьем поколении было, например, насилие, и в этот момент заложился вот горловой зажим, ну, человек на тебя посмотрит, скажет, ну, это какой-то бред. А ты это прорабатываешь. То есть тут тоже вот такой момент. Также я работаю через нейрографику. А это мы прорабатываем определённые установки, определённые блоки при помощи геометрических фигур. То есть рисуем, проговариваем трансформационные фразы. Далее это всё скругляем, рисуем нейролинии, закрепляем. После этого ещё на протяжении где-то недели продолжаем прорисовывать эту тему. Закрепляем ещё лучше. То есть вот, и это тоже для некоторых будет считаться такая некая около психологическая тема. Ну, что-то девочка там придумывает, что-то у неё с головой, наверное. Ну, тоже неплохо, тоже может быть. Почему нет? Интересно. Сейчас такая мысль в голову пришла, что, на мой взгляд, я часто об этом думаю, психологию можно, психотерапию в каком-то смысле разделить на два вида. Это когда человеку комфортно, и когда человеку некомфортно. Как будто бы комфортно — это более женственный подход, некомфортно — это более мужественный. И как будто бы твой подход, он больше в сторону дискомфорта. То есть ты не хочешь... Ну, ты сама сказала, что ты сначала человеку создаёшь некий дискомфорт с какими-то целями. Вот. И встаёт вопрос, считаешь ли ты, что вот это создание дискомфорта, оно более продуктивно с точки зрения достижения твоих целей, чем человека в комфорте только оставлять? С точки зрения достижения моих целей, да. Ну, то есть если мы будем находиться постоянно в комфорте, не будет личностного роста. То есть через боль происходит этот вот рост, проработка. Ну, то есть вот если это психологическая боль, то как её можно пройти без боли? Ну, то есть понять дело, что будет тяжело, будет неприятно. Но через вот эту боль и неприятность мы придём как раз к приятным ощущениям. Ну, всегда как бы сначала неприятно, а потом приятно. Можно ли сказать, что терапия, на которой пациентов, клиентов, не знаю, как его назвать, человеку, который в терапии всегда комфортна, можно ли сказать, что эта терапия не работает для него? Ну, возможно, конкретно для него она и будет работать. Но что-то я сомневаюсь. Если прорабатывать какую-то травматику, это будет прям комфортно человеку. А если её не прорабатывать, то как ему можно помочь? Послушать и сказать, какой он хороший, что все вокруг пидорасы, а он дартаньян. Ну, окей, все вокруг пидорасы. Ты молодец. Ну, пусть тревоги унесут в лес единороги как бы. Ну, если этого хватит, и мне будет проще, давайте. Да, ещё что из нетипичного. Я матерюсь. То есть я матерюсь на консультациях. То есть, на мой взгляд, выражать свои мысли нужно на доходчивом языке человека. И маты, они, во-первых, сближают. То есть когда уже психолог даже матерится. Или отдаляют. Нет, сближают, надо сказать. Когда даже психолог матерится, у человека сразу срабатывает такая серия. А так можно было? Это такое можно. А это нормально? Нормально, как бы давайте. Людьми тоже материться. То есть человек начинает расслабляться. Он видит, что психолог не идеален. То есть тоже такой момент. Да, также я рассказываю какие-то свои истории из жизни на психологической консультации. То есть это тоже нас сближает. То есть он видит, что не только у него всё плохо. И даже у психолога всё плохо. То есть существует такое мнение, достаточно интересное, что у психолога должно быть всё хорошо. А у психолога всё плохо. То есть даже когда начинают говорить, что вот как он может быть психологом. Если, например, он был дважды женат, у него трое детей, он не помогает. Или как она может рассказывать про отношения, если она сама разведена. Или как он может рассказывать про воспитание детей, если у него самого ребёнок повесился. Но так он туда и пришёл, потому что у него была вот эта точка боли. Он стал изучать, и он через эту боль начинает помогать другим. Он прошёл это. То есть нельзя пройти в психологию безболезненно. Ты всё равно туда приходишь, потому что вот что-то произошло в твоей жизни, и ты что-то захотел изменить. И ты начал это менять, дальше подумал, ну я же тоже могу ещё помогать другим людям. И начинаешь помогать. Но если у тебя в жизни всё хорошо, вот прям всё прекрасно, ты в психологию не пойдёшь. Тебе это будет не нужно. Ты будешь говорить, а зачем это нужно? У меня всё классно. Я классный человек, у меня много друзей, у меня много денег, у меня прекрасно это. Там жена или муж, у меня чудесные дети, которые там получили самое классное образование, они работают на классной работе. То есть зачем мне нужна психология? У меня же всё классно. А психология приходит тогда, когда ты такой стеж и думаешь, блин, мы короли жизни, а потом такой, да, нихуя там, мы и не короли жизни. И ты понимаешь, что-то надо менять. Вот. И всё. То есть психологию не приходят просто так. Всегда приходят через боль. Окей. Такой вопрос. Сценарий попытаюсь сконструировать. Я психолог. Ко мне приходит... Как назвать этого человека? Клиент, пациент. Ну, клиент, потому что пациент всё же это в психиатрии. То есть как бы не очень. Людям не нравится. Как будто есть какое-то слово, которое лучше, но я не могу его вспомнить. Поэтому пускай будет клиент. Я, кстати, искала слово лучше, чем клиент. И честно, не нашла. То есть испытуемый не очень. Подопытный кролик тоже как-то не так. Клиент. Но как бы с моей внешностью, я знаю, когда ко мне приходят, как бы, ну, слово клиент звучит не очень. Особенно, когда я вас ставлю, говорят, у меня был клиент. И сразу, я думаю, ну да, клиент был. А если я сейчас сказать, у меня был клиент-мужчина, у людей сразу ещё начинаются ржущие смайлики, вопросы, если ли клиент-мужчина. И такой, ну, блин, а как я ещё назову человека? Ну, ну... Окей, к психологу приходит клиент, и ему комфортно. Ну, то есть у него есть какие-то проблемы, и он просит некого успокоения, да, чтобы выговориться. Психолог его выслушал, что-то приятненькое сказал. Вот как ты приводила пример, да, во всем мире козлы, а ты классный. Человек кайфанул, подумал, вау, терапия работает, уходит. Проблемы никакие не решены, у него всё опять накапливается. И он снова приходит, психолог опять видит всё это, всё то же самое и так по кругу. Это хороший психолог? На мой взгляд, это психолог, который хочет заработать на клиенте. Это хорошо или плохо? Ну, с точки зрения психолога, наверное, неблагородно, но он обогащается. Хорошо это или нет, это уже такой более философский вопрос, хорошо ли это. Он считает, что хорошо для него. Для клиента это плохо. Также, опять же, здесь же можно пойти по пути, ну, из серии ты молодец, ты хороший, но давай посмотрим на эту ситуацию под другим углом, и вот под этим вот другим углом ты должен увидеть, что, ну, ситуацию нужно решать. Что, вероятнее всего, если ты вот во всем мире видишь только, ну, говно, вероятнее всего, ты муха. Ну, и, получается, тебе нужно что-то изменить, либо стать самой классной мухой. То есть, стань самой классной мухой, найди самую большую какашку, давай в ней разберёмся. Но ожидать, что мир к тебе повернётся, ну, другим боком, ну, глупо. Ты же сам себя сделал мухой, ты встал на это место, тебе комфортно, но ты хочешь, чтобы все вокруг тебя менялись. А почему все вокруг тебя должны меняться, им это зачем? Они живут своей жизнью, они тебя даже, может, не видят. То есть, ты думаешь, что вокруг тебя все плохие, а вот этим всем плохим на тебя всё равно, они живут своей классной жизнью, они улыбаются, они кайфуют. Дальше приходишь, ты такой унылая, говно, я такой, ну, вот, у всех плохие, со мной никто не общается, у меня в жизни всё плохо. На тебя смог думать, ну, иди подальше от нас. Он считает, что мир к нему неблагосклонен, а по факту, ну, ты сам не очень-то был благосклонен к миру. И ожидать что-то от мира, когда ты сам ничего ему не даёшь. Ну, странно, можно, конечно, но странно. Начинается это всё с нас. Интересное слово здесь — странно, потому что, мне кажется, это довольно распространённый взгляд на мир. И странно — это что-то выбивающееся из общепринятого. Поэтому здесь как бы странно с точки зрения здорового человека. Но где эти здоровые люди? Здоровых людей вообще не существует, но все ненормальные. Поэтому это нормально, а не странно. Нормально. Но, да. Если к тебе приходит клиент и говорит, вот не хочу дискомфорта, хочу, чтобы вы меня успокоили, объяснили, почему всё так, рассказали, чтобы мне, ну, то есть всё, ситуация, которую я описал, и больше ничего не хочу, и готов вам платить. Тебя устраивает вот такая штука? Я тогда просто всё объясню сразу. Я скажу, что я могу провести такую консультацию, я могу вас похвалить, я могу всё объяснить. То есть если вы можете потом с этим работать сами, замечательно, суперклассно, работайте. Я дам методики, то есть, ну, ради бога. Но я себя сразу скажу, что я ответственность снимаю, потому что я работаю немножко по-другому. Для меня важно, чтобы вот человек зашёл, и консультацию у меня длятся не по часу. То есть вот, ну, встретись, консультация может длиться весь день. То есть я никогда не ограничу человека во времени. Если у меня клиент вот сегодня, то это будет один клиент. Чтобы он мог спокойно прийти, чтобы его никто не видел, зайти, сесть и расслабиться. Он должен чувствовать себя расслабленно и сначала комфортно. Ему предложить чай, кофе-то не будет так, что он пришёл, ему такой, ну, здравствуй, фиговый человек. Рассказывай. Чё, чай хочешь? Ну, иди нахрен. Он сам себе налей, он там вот в кафе сходил, взял. Конечно же, такого не будет. То есть я достаточно клиентоориентированная. Но в момент, когда уже начинается сама методика, как бы здесь уже я начинаю человеку задавать какие-то болезненные вопросы, выводить на эмоции. И консультация, она длится, как правило, от трёх часов и до семи. Вот так. И вот в этот промежуток времени мы прорабатываем эту травматику. И когда человек от меня выходит, он ещё немного продолжает выполнить определённые рекомендации и далее его это отпускает. То есть я работаю на результат. Мне не надо, чтобы ко мне ходили по несколько лет с одной и той же проблемой. Зачем мне это нужно? Он ко мне пришёл, мы это проработали. И далее на любой вопрос в WhatsApp я отвечу. Нужна ещё встреча, если. Давайте встретимся где-то в кафе, я ещё раз всё объясню. То есть лучше ты у меня спросишь 10 раз, и я объясню 10 раз, чем ты не спросишь ни один и ничего не поймёшь. Поэтому я работаю на результат. Для меня важно, чтобы это помогло человеку. Но я пришла к выводу, что помогает только через проявление определённых эмоций. Как правило, у человека самая яркая эмоция – это эмоция агрессии. То есть на радость человека вывести гораздо сложнее. На агрессию очень просто. Начали говорить, например, про маму или про папу, и всё, ты уже враг. Всё. И мы начинаем бороться. И вот в этой вот борьбе как раз рождается вот эта вот эмоция, выплеск. Человек начинает наконец-то проговаривать свои обиды, свою боль, свою злобу. И мы выходим в позитив. Далее. То есть конец методики. Человек от меня выходит не так, что из серии «я говно». Получается не мир говно, а я говно. Нет, конечно, у него это будет мысль сначала. Но мы придём к тому, что всё можно исправить, что он ценный, важный, он любимый. И мир к нему благосклонен. То есть и всё можно исправить. Мир изобилинного. И в мире можно взять и сделать абсолютно всё и исправить любую ситуацию. То есть он уйдёт всё равно с позитивными эмоциями. То есть он уйдёт на позитиве. Он не уйдёт на негативе. Отправить человека на негативе – это тоже немножко неправильно. Окей. Тогда можно ли сказать, что вот этот вот сценарий, когда человек приходит только за комфортом, и психолога это устраивает, и всё это длится неопределенное количество времени, считаешь ли ты это аморальным? Я считаю, это… Я не совсем понял, стала бы ты так делать или нет. Ты сказала, что ты сняла бы с себя ответственность. Если человек пришёл и говорит, я так хочу. То есть я так хочу, по-другому я не хочу. Я вот объясню, почему это работать не будет, но если вы хотите… За ваши деньги любые. То есть если вы хотите так идти, ну давайте попробуем. Если вам это поможет, хорошо. Но вы должны понимать, что вероятнее всего вы ко мне вернётесь за вот другим методом. А хотите вы платить два раза? Ну, не думаю. То есть всё равно мы ценим время, мы ценим свои вложения. Ну, если вы хотите потратить на это время вложения, ну давайте поиграем в такую игру. Насчёт аморали, ну если психолог не предупреждает человека, если это некий его такой метод, ну, опять же тут вопрос, будет ли это помогать. Я не видела, чтобы это помогало, но просто я не могу утверждать, что это не помогает в принципе, потому что найдётся вот один человек, который скажет, а у меня это работает. И вот этот один человек, он будет выбиваться из общей массы, и он нарушит всю статистику. Мои любимые исключения из правил. Верно. То есть вот это исключение из правил я не могу убирать. То есть кому-то это поможет. Кто-то будет действовать через позитив, и ему будет классно, чтобы его хвалили, что он хороший, он умничка, у него всё получится. Ну и в принципе это хороший метод. То есть человека нужно хвалить, но при этом исправлять ситуацию. То есть мы хвалим и при этом ругаем. То есть мы же не делаем так, что ты плохой везде и всегда. Нет, ты хороший. Но на ситуацию нужно посмотреть под другим углом. А углов очень много. И чтобы решить эту ситуацию, нужно посмотреть сверху и понять, что не так, что ты делаешь не так. Но если просто стоять вот на этой вот точке, ты стоишь, никуда не идёшь. Ну что поменять? Ну ничего. Ты как стоял на этой точке, так и будешь стоять. Но это то же самое, как, например, я вот сижу сейчас в кофейнике, а я скажу, а я хочу быть, например, на Мальдивах. Что-то поменяется, если я буду сидеть на этой точке? Нет. Мне нужно встать и хотя бы выйти за пределы и посмотреть, что, ну, Соня, ну как бы это Владивосток, да? Как бы ты должна прояснить, Владивосток, что ты должна сделать? И далее, смотря на эту ситуацию уже сверху, мы поймём, как прийти вот к этой точке Мальдивы. Но без вот этого вот, без выхода вот из зоны комфорта, сейчас же я в зоне комфорта, в зоне комфорта. Если я захочу полететь на Мальдивы, мне нужно будет выйти из этой зоны комфорта. Мне нужно будет начать что-то делать. Мне нужно, например, начать больше работать. Мне нужно будет поехать в аэропорт, там купить билеты. Точнее, сначала купить билет, потом поехать в аэропорт. Потерять багаж. Верно, потерять багаж, возможно. Возможно, ещё произойдут какие-то сложности. Попадётся, например, вонючий сосед, или, например, попадётся орущий ребёнок. Причём это может быть даже если ты будешь лететь в бизнес-классе. Но попадётся орущий ребёнок, который будет портить тебе весь полёт. То есть ты столкнёшься с какими-то трудностями. Но столкнувшись с этими трудностями, ты приедешь такой, блин, классно, я на Мальдивах. А на Мальдивах такой, блин, там вот такой у тебя какой-нибудь комар. Я не была на Мальдивах, поэтому не знаю, что там. Но вот такой комар тебя укусит малярины. И ты такой прилежал. То есть тоже какие-то сложности. А может всё быть иначе. Может быть всё в лёгкости. Но опять же через какие-то трудности. То есть можно пойти в лёгкость. Можно выйти в лёгкости из этого ресторана. Кафе. Это будет кафе или ресторан? Кофейня. Кофейня. Вот выйти из этой кофейни, пойти радостно на работку. У тебя всё будет классно в лёгкости. Но трудности тоже возник. Тебе нужно будет купить билеты, зайти на сайт, найти их. Поехать в аэропорт, приехать. Возможно, и там с какими-то сложностями. Да, это будет лёгкость. Но сложности-то всё равно возникнут. Но не бывает без них. То есть всё равно любое движение идёт через некую, скажем так, боль. И это прекрасно. И это прекрасно. Безусловно, боль — это прекрасно. То есть если ты полюбишь боль, ты полюбишь жизнь. Да, как Иисус. Ну да, полюбишь жизнь через боль. Окей. Следующее, что ты мне написала, это «внешность яркая». Да. Почему так? Ну, потому что яркая внешность, есть такое. Ну вот, ещё не встречал человека, который бы сказал, что, ну, внешность не яркая. Такая примитивная, обычная. Обычно всегда меня видно, слышно. Меня узнают. То есть, как бы, внешность яркая, запоминающаяся. Вот так, наверное. Запоминающаяся, яркая внешность. Плюс мне нравится некая такая эпатажность. Но это тоже проявление некой такой яркости. А это про тебя или про твою деятельность профессиональную? Это скорее про меня. Я такая была всегда. То есть, у меня, скажем так, например, красные губы, они у меня будут всегда, независимо от ситуации. То есть, я, хотя нет, вру, есть ситуации, при которой я не крашусь и одеваюсь как прям вот чмошек. Прям вот чмошек, это когда я иду в вуз. Я, значит, иду в вуз такая, потому что, когда я одеваюсь по-нормальному, красивой, ухоженной, я знаю точно, я не сдам ничего, у меня не примут никакие работы, меня завали. Но если я прихожу как чмошек, вот с таким лицом печально, в платье пилигрима, у меня есть платье рабочее, не рабочее, учебное, скажем так, получается. В этом платье, для понимания, ходила мама, когда мне было еще 13 лет, сейчас мне 25. Мама в нем еще не ходит, но это платье, оно на меня большое, потому что мама, она больше, чем я. Я его одеваю, он такого розового цвета, оно мне так закрывает колени, и я делаю лицо такое прям несчастное-несчастное, такая вот, как будто я болею, как будто у меня траур. И такая, прихожу на учебу, так сажусь и говорю, здравствуйте, да, я готова отвечать. Они такие, а у вас что-то случилось? Я такая, нет, все хорошо, просто день плохой, и все. И ты говоришь все то же самое, что ты бы говорил, одевшись красиво, но при этом тебя оценивают по-нормальному. Ну, то есть, либо тебя жалеют, либо начинают оценивать твои знания. Но если ты приходишь красивый, а там сидит женщина, ничего не сдашь. Ну, в моем случае так. Интересно. А как ты думаешь, это как-то влияет на твою профессиональную деятельность? Конечно. То есть, женщины не любят, когда ко мне приходят их парни. То есть, возникает ревность. Многие считают, что, ну, из серии, ну, какой ты психолог, а ты молодая. То есть, момент возраста, он всегда вот идет рядом со мной. Возраст, внешность. То есть, возраст, ты молодая, какой психолог в 25 лет. Следующий момент, это внешность. Из серии, вон, скажем так, у тебя то сделано, это сделано. Какой ты, может быть, психолог там. Ты одеваешься не под горлышко, ты еще ярко накрашена, ты еще и на каблуках, у тебя еще и не всегда юбки в пол, все, ты плохая. Ты еще и не всегда в штанах. То есть, ну, ты вообще враг номер один. А если ты уведешь у меня мужчину, мужчины думают, что вот если я приду, и мы там начнем заниматься безудержным сексом, ну, такие тоже есть, и это возникают сложности. Особенно, когда начинаешь там что-то записывать в инстаграме, сидишь, задавайте мне вопросы. И начинается, да ты шлюха, да ты курица, да ты тупая, да о чем с тобой можно общаться. Ты читаешь и думаешь, мои хорошие, я вас тоже всех люблю. Вы такие классные. То есть, это негативно влияет на твою профессиональную деятельность, но тебя это не останавливает. Да, но это же я, я вот такая. То есть, ради учебы ты можешь? Да. Но ради работы идите. А вот такой момент даже я пробовала, когда на работу, кстати, у меня на работе, у меня рабочий костюм, то есть, там у меня такой черный халат, скажем так, потому что белый цвет людей пугает, поэтому черный цвет. И я плюс все проходит в таком полумраке, и я ухожу в туман. То есть, человек, он как говорит, никуда. То есть, стоит положение психологическое кресло, он на нем лежит, или же сидит на диванчике, или может присесть на стул. То есть, он выбирает любую точку, которая ему будет комфортно. Он начинает рассказывать, и из-за того, что я в черном, я начинаю сливаться с пространством, он говорит, никуда, человек расслабляет. И он слышит звук, скажем так, из темноты извне. Это комфортно. Так. Ты пробовала? Да. Конечно, я так провожу консультации. Нет, ты сказала, что ты пробовала по-другому. А, да, пробовала я по-другому. То есть, когда я приходила, одевала вот платье перегрима как раз вот это, не накрашенное никакое, то есть, и ко мне на тот момент ходило больше все же женщин-клиентов, и им это нравилось. Но я столкнулась с таким, что, когда они заходили в мой инстаграм, когда мы встречались, например, на той же набережной, и у человека происходил такой некий диссонанс, и он после не приходил. Все. То есть, возникала такая серия, ты, оказывается, женщина, ты, оказывается, еще можешь быть красивой, ты, оказывается, ухоженная, и ты еще и жизнерадостная, ты еще и улыбаешься, но все, я к тебе не пойду. То есть, зачем мне это нужно? То есть, было даже такое, как я это поняла, получается, есть девочка знакомая, и у нее есть подружка. Эта подружка мне ходила, мы пересеклись на набережной, я была в таком платье, здесь было такое достаточно сильное глубокое декольте, и, на мой взгляд, вне работы могу одеваться, как я хочу. То есть, как бы... Она психолога, и все. Сейчас у меня больше клиентов, все же, мужчин. Мужчин это не так смущает. То есть, мужчина, если он изначально, может, приходит с какой-то надеждой на какое-то знакомство, буквально через минут 10 у него это ощущение пропадает, и он начинает уже работать. То, что там мужчина, он все же, вот, однозадачный. Он пришел, он изначально шел в своем психологическом настроении на работу. Знакомство это было, ну, так, через, между прочим, а вдруг, как бы, почему бы не попробовать? Как бы все равно, как бы, он уходит в работу, далее он заплатил. То есть, он понимает, я заплатил, я должен получить результат. В этом плане мне с мужчинами нравится работать гораздо больше, потому что они ведут к развитию. С мужчиной может идти вот некая дискуссия. Мужчина тебя будет всегда возвращать на определенную точку, и он будет требовать от тебя результат. И мне нравится, как меня требует результат. А с девочкой можно, ну, как бы, это сказать. Если девочка не по мужскому типу, там может быть и серия. И, Соня, ты такая молодец, ты экстрасенс, как-то узнала, что у меня проблемы с мамой. Так, у всех проблемы с мамой. У всех проблемы с папой. Как бы, давайте вообще во всем обвиним маму, и жизнь будет прекрасна. Вон у меня мама сидит, как бы, она знает, что она виновата во всем. То есть, можно всегда всех обвинить, точнее, не всех, а родителей можно всегда обвинить. На это можно вообще заканчивать консультацию, сказать, вот, все, ваши родители виноваты. Еще и бабушка, и дедушка, и кот виноваты. Все виноваты. Вот, у вас все в жизни плохо, потому что у вас было фиговое детство. Но это не я экстрасенс, нет. Это, ну, вот просто исходя из тех водных, которых вы мне дали, но я могу сделать вот, что это так. Окей, можно ли сказать, что, имея яркую внешность, у тебя больше клиентов мужчин? Да. Почему? Мужчины идут на картинку. То есть, даже если мы будем смотреть вот, ну, в принципе, мужчина будет смотреть туда, где красиво. То есть, ну, мало мужчин, которые такие идут, такие, о! Обычная женщина. Ну, что-то не хочу на нее смотреть. Его все равно привлечет некая вот сексуальность, яркость, желание находиться рядом с этой женщиной. То есть, здесь даже дело будет, наверное, не в красоте, а в энергетическом постели. Когда женщина сексуально привлекательна, это будет проявляться абсолютно во всем. И такая женщина, она невольно будет раздражать других женщин и привлекать мужчин. Ну, то есть, сексуально привлекательная женщина, как правило, нравится либо уже проработанным женщинам, либо женщинам, которые будут бисексуальны. Если женщина не бисексуальна, и она не проработана, ее будет это раздражать. Потому что фигля, она вот красивая, я нет. Почему на нее смотрят, но на меня не смотрят? Все, она плохая. Она враг. Такая мысль. Я часто задумываюсь... Я много смотрю YouTube. Смотришь YouTube? Крайне редко. Там много контента. Это хорошо. Его в каком-то смысле можно разбить на два вида. Это один хорошо срежиссированный контент и плохо срежиссированный контент. То есть, в одном красивая картинка, динамичная, интересная, цепляющая. А в другом просто стоит статичная камера, не настроен свет, и все. То есть... И там, и там может быть определенная доля полезности этого контента, если мы говорим, например, про образовательные видео. И есть много видео, которые плохие с точки зрения режиссура, но очень классные с точки зрения контента. То есть там, например, лекция какого-нибудь суперкрутого профессора, и у этого видео может быть море просмотров, потому что это очень ценный контент. И есть видео, которые очень классно срежиссированы, но там как бы взять одну минуту из видеолекции, да, и вот эту минуту просто растянули на 40 минут за счет воды всякой и цепляющего. И встает такой вопрос, насколько видео классно срежиссировано, на самом деле ценно. И другой вопрос встает. Если говорить про женщин привлекательных и их профессию, не возникает ли у тебя никогда такого вопроса, насколько ли полезен твой контент и какова доля того, что у тебя просто привлекательная картинка? Контент в плане Инстаграма? Или в плане работы? В плане работы. В плане работы. Я считаю, что если ко мне человек приходит и ему это помогает, значит это полезно. Вот так. То есть он же пришел, я его уже с результатом отправляю. Я же его не отправляю в никуда. Если я говорю, ну дальше ты сам как-нибудь там решишь. Нет. Я ему помогаю и человека веду. И, следовательно, это уже полезно. То есть вопрос как раз в этом. Задумываешься ли ты о том, а действительно ли ты помогаешь? Или к тебе просто приходят за... Конечно. У меня бывают и стрессы, и эмоциональное выгорание. И я очень расстраиваюсь, когда я понимаю, что человеку я не могу сейчас помочь. Но в случае, если я понимаю, что я не могу человеку помочь, я ему это говорю прямо, и я еще в начале консультации, тогда я даже за это деньги не возьму. То есть если человек пришел, начинает рассказывать всю проблематику, я понимаю, что это не в рамках моей компетенции. Или же я понимаю, что у меня нет сил на то, чтобы человеку помочь. Я это говорю прямо, и я прошу найти другого психолога. То есть я не возьму за это деньги тогда. Но я могу человека выслушать. То есть я сразу говорю, я могу вас выслушать. Но я вам не смогу помочь Для меня ваш человек отправляется с результатом И также если я понимаю Вот у нас идет терапия И в рамках этой терапии Я вижу, что человек начинает уходить не туда И я понимаю, что если он сейчас идет не туда У нас все повалится Конечно же расстраиваюсь И человеку нужно возвращать на вот эту точку А когда ты его возвращаешь на эту точку Вот обратно Конечно же меня не очень любят Потому что матрица невыгодна А матрица, она любит загонять человека обратно То есть если человека Выпускаешь с определенными динамиками Вот он вышел Я понимаю, что сейчас начнут происходить в его жизни Определенные моменты В которых он начнет испытывать гнев Злобу, негатив Начнут происходить какие-то Неприятные ситуации Которые его загонят обратно Вот в русло из того, из которого мы вышли И здесь я сразу предупреждаю Что нужно этому противостоять То есть не нужно уходить на прежние динамики Оставайтесь на этих Если вы уходите на прежние динамики Напишите мне Мы это еще раз обговорим Я вас еще раз выведу Вот сюда Так, возвращаясь Ну так вот Безусловно, я испытываю периодически Стрессы Эмоциональные выгорания И я расстраиваюсь, если Не помогаю человеку Но все же в большинстве своем Я помогаю и стараюсь По крайней мере Вот так, я стараюсь помочь Это хорошо Да, я стараюсь Но помогаю или нет Ну, раз люди возвращаются и по другим запросам Значит, помогаю Я немного по-другому спрошу Если абстрагироваться от тебя Говорить про женщин в целом Точно так же, как контент-мейкеру на ютубе Может быть сложно определить, почему его смотрят Из-за полезности его контента Или из-за красоты картинки Меня смотрят из-за красоты картинки Сейчас я перейду на женщин Проверить это довольно легко То есть попробуй делать тот же самый контент Но без красивой картинки Продолжат ли тебя смотреть Потому что если дело в контенте И у тебя гора подписчиков Они продолжат Те, кто смотрели из-за картинки И из-за ее отсутствия уже не могут тебя смотреть Значит, дело было в картинке И перенося это на женщину Считаешь ли ты, что У женщин есть такая проблема Определение Почему к ней идут Потому что она хороший специалист Или потому что она привлекательна И с ней классно Ну вот смотри Если говорить обо мне То... Нет, я Нет, я поняла, поняла Я поняла Просто сразу скажу Что, ну Вероятнее всего Вероятнее всего Изначально не идут на картинку После остаются Скажем так Из-за уже того, что я говорю То есть на некого контента То есть Часто бывает такое Что начинают писать о том Что вы очень красивые И очень умные Это очень удивительно То есть люди, которые Приходят на картинку Изначально Они остаются Уже из-за знаний Далее Я понимаю Даже когда я где-то Ненакрашенное Что-то снимаю Там Замученное Там в эмоциях Людям нравится Видеть больше даже эмоции И какие-то Слушать рассказы Из жизни Нежели смотреть просто На картинку Но изначально Возможно Приходят на картинку Для женщины Для женщины Ну Мне кажется Любая женщина Она во-первых Красива Вот По праву своего рождения Просто потому Что вот она женщина Она красива А далее Момент в ухоженности Ухоженная женщина Должна быть На человека Должно быть приятно смотреть И вот здесь Кстати Вот момент приятно смотреть Он касается и мужчины И женщины То есть На человека должно быть Приятно смотреть Если тебе неприятно На него смотреть Ты даже не сможешь Воспринимать ту информацию Которую он говорит Ты не сможешь воспринимать его тембр голоса, потому что тебе просто неприятно. То есть у тебя включаются какие-то внутренние динамики, которые тебе не дают его прослушать или просмотреть. Но, 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 проработав себя, тебя не будет это напрягать. Потому что и правда, с достаточно не очень картинкой можно давать достаточно классный материал. Но это должно быть очень эмоционально, интересно и вовлеченно. Ну, то есть если человек будет вот с одним тембром голоса рассказывать одно и то же, вот так вот, еще так нудно вздыхаясь или что, он этого всего не хотел делать, а его заставили, но вероятнее всего его слушать не захочет. Потому что это больше уже тогда энергетический посыл. Но если человек даже с не очень, возможно, привлекательной внешностью, но достаточно харизматично, интересно, ярко, будет все рассказывать, его будут хотеть слушать, на него будет, на него захочется смотреть. То есть тут, мне кажется, больше дела будет где-то в энергетике, которую ты вкладываешь. Ты классно подметила, что женщина, в принципе, красивая. Дело не в том, насколько она там старается, не старается. И именно я об этом спрашивал. То есть я говорил не про женщин, которые пытаются увеличить свою яркость и так далее, подать себя как-то. А в принципе, женщина. Сталкиваются ли женщины с такой проблемой, как непонимание? Точнее, мне кажется, происходит в жизни женщины такой момент, когда она чувствует потерю своей привлекательности из-за возраста, например, и понимает, что какие-то элементы ее жизни пропали с этим. Она думала, что эти элементы с ней из-за того, что она там хороший человек, хороший специалист, бла-бла-бла. А оказывается, что это было только из-за того, что она красивая. Ну, безусловно, и такое может встретиться, но все же, вот на мой взгляд, абсолютно на любом этапе жизни, ну, женщина, она прекрасна. Женщина прекрасна, и когда она и худенькая, и полненькая, и, не знаю, когда есть какие-то недостатки. Любые недостатки – это некая изюминка. То есть, когда на девушку так смотришь, вот в общем, ну, любая же красива. Любую можно сделать красивой. То есть, причем мы сейчас не говорим про косметологию, пластику, вообще не об этом речь. Про ухоженность. То есть, если женщина начнет перерабатывать себя, если женщина начнет просто, скажем так, пользоваться кремиком, вот у меня мама за это, кстати, топит, она не пользуется косметикой, она не пользуется пластикой, ей вот 47 лет, ей, как правило, дают, ну, 35 максимум. То есть, вон она сидит, можно на нее посмотреть. И она топит за, естественно, красоту, и что красота она изнутри. То есть, если у тебя горят глаза, если ты любишь себя, то ты уже будешь красива. И да, это так. То есть, главное любить себя, причем в любом возрасте. То есть, в любом возрасте женщина прекрасна. Причем мне нравятся, мне нравятся женщины от 40. Они настолько расслаблены, они настолько клевые, они улыбаются, они радуются уже жизни. Вот даже как танцуют женщины, которым уже за 40 и которым 20. 20 они пытаются что-то там показать себе, сделать. Они пытаются себя продемонстрировать. 40 они уже кайфуют. И вот этот кайф, он не передаваем. Также, ну, опять же, мне очень нравится, я всегда говорю о том, что вот такая старость, она прекрасна. Мама Илона Маска, ну, превосходная женщина, ей уже за 70, но она красотка. Поэтому в любом возрасте можно быть прекрасным. И сказать о том, что вот в 20 к тебе приходили вот такие вот, например, клиенты. Ну, не клиенты вообще, а в рамках любой работы. Люди приходили на тебя, а в 40 они не будут. Или в 50, 60, 70, 80, 100 ли. Будут приходить, но другие. Значит, ну, вот мы прошли определенный этап жизни, в котором эти люди больше не нужны. И классно, что они ушли. Придут другие люди, которые будут тебя любить, ценить и восхищаться тобой. То есть оставаться вот там, где тебя уже перестали ценить, и такие, блин, ты как-то постарела. Ты стала не столь интересна. Ты уже и не столь красива. Ну, идите нахрен, блин. Ну, то есть я прекрасная и красивая. Я найду людей, которые будут говорить мне о том, что я чудесна. Ну, оставаться там, где плохо, смысл. Но, и опять, отвечая на твой вопрос в рамках женщин, безусловно, женщины с этим встречаются, с этим сталкиваются. Но, если женщина будет любить себя, ей будет на это все равно. Она будет понимать, что, ну, ушли одни, придут другие. Но зацикливаться на этом не стоит. Фраза «Любая женщина красивая» — это, конечно, прекрасно, но, на мой взгляд, это то же самое, что «Любая женщина не прекрасна». Ну, опять же, она может быть не прекрасна, но она красива. Вопрос не в абсолюте, а в сравнении. Важно понимать, что есть женщины красивее, чем ты, и есть менее красивее, чем ты. В своем мире ты же самый красивый, и в мире той женщины. То есть, на мой взгляд, когда женщина выходит на улицу, он должен говорить «Я самая прекрасная», «Я самая красивая». И это просто факт. То, что есть красивее. Нет, это не факт. Факт, что есть красивее. А фраза «самый красивый» подразумевает, что красивее нет. И мне кажется, что человеку очень нужно жить в реальности, а не в своем мире. И когда ты думаешь, что ты самый красивый, а тебя мужчины не выбирают, ты винишь мужчин. Потому что ты же самая красивая. Это мужчины ненормальный. А почему они тогда тебя не выбирают? Они не выбирают тебя не потому, что ты красивая или некрасивая, как может девушка думать. Или же, чтобы окружающий думать, что она не красивая. Хотя, когда женщина думает, что она красивая, как правило, к ней начинает относиться, как к красивой женщине. Не выбирают тебя, потому что ты как человек дерьмо. Вот поэтому тебя не выбирают. Ты можешь быть безумно красивой, но ты тупая. Ты неинтересная. Тебя поэтому не выбирают. Нет, я говорю про умные женщины. А, про умных женщин. То есть ты умная женщина, интересная такая. И есть женщины, которые более красивые, чем ты. И мужчины будут выбирать. Да, безусловно. Но опять же, найдётся вот тот единственный, который будет смотреть на тебя и думать, блин, у неё такой красивый нос горбенький. Найдётся, безусловно. Да, ямочка. И для него ты будешь самой красивой. Да, но ты не самая красивая. Ты, может быть, и не самая красивая в глазах других людей, но для себя. То есть я говорю о том, что женщина, выходя, должна считать себя самой красивой. А если она будет думать, такая, ну, я красивая, но не самая, у неё сразу самооценка такая, бац, понижается. Я как будто бы согласен с твоими идеями, но не согласен с твоими словами. Понимаешь? Да, я понимаю о чём ты. Я считаю, что важно любить себя и считать себя красивым и бла-бла-бла. Но важно понимать, как устроен мир. Если ты считаешь себя самым красивым, то ты считаешь, что все так должны считать. Если ты самый красивый, но все остальные так не считают, то какой в этом смысл? Слова, они имеют очень большую силу. И когда ты начинаешь использовать слова не в их значении, ты попадаешь в другой мир, в мир иллюзий. И есть такое. Но вот смотри, вот, например. Ну, например, на себе. Выходя из дома, я считаю себя самой красивой. Я самая красивая, самая классная. Но при этом, когда я прихожу вот в здравоостный, я понимаю, что есть девушки красивее меня, умнее, интереснее, талантливее. Всегда есть куда лучше. Есть моложе. То есть всегда есть куда лучше. С фигурой лучше. Но вот в своем мире, вот, в своей реальности, которую я проецирую, я самая красивая. То есть в своей же реальности, вот, я посерединке. Я посерединке. Ну, ты же там одна. Вот, я одна. И есть мир вокруг. Но я же проецирую этот мир. То есть я смотрю на мир вот своими глазами. И если я не считаю себя красивой, то я не могу смотреть на мир через взгляд любви, принятия и красоты. Нет, не считать себя красивой, не считать себя самой красивой — это две большие разницы. Но, опять же, вот здесь вот есть момент. Возможно, мы неправильно, точнее, мы по-разному смотрим. Понимаем слова. Понимаем слова. А это плохо. Ну, это плохо. Потому что слова должны быть в своем значении, чтобы мы могли общаться. Согласна. И взаимодействовать, и делать мир лучше. Согласна. Когда мы начинаем использовать слова в разных значениях, мы не придем никуда. Хорошо. Тебе не нравится фраза «самая красивая»? Ну, потому что ты смысл ее нарушаешь. Слово «самый». Это значит, что нет никого красивее. В своем мире, да. На мой взгляд, в мире человека он самый классный. В его мире. И тогда он может достигать успеха. Я не говорю про твой мир. Я говорю про реальный мир, в котором живут люди и взаимодействуют. Ну, вот смотрите. Ты же согласна, что в реальном мире ты не самая красивая? В реальном мире в глазах других людей может быть. Отлично. Но при этом… Для меня только это имеет значение. А, ну тогда это же другое вопрос. А я говорю о том, что когда вот ты сам, то есть наедине с собой вот я… И как будто бы того эффекта, которого ты добиваешься, говоря себе «я самая красивая», можно добиться другими способами, которые соответствуют реальности, а не только твоему миру. Безусловно. Потому что жить в своем мире, это если ты мастерски умеешь переключаться из своего мира в мир реальный, то может быть. Но я не знаю, как это все работает. Ну, знаешь, я… Когда ты живешь в своем мире и при этом живешь в реальном мире, что где реальность, а где твой мир, это может только навредить. Да нет, это очень легко разделять. Ну, а также я просто разделяю людей на тех, кому я нравлюсь, и у тех, у кого плохой вкус. Все. То есть и мне так классно. Я общаюсь с людьми, которым я нравлюсь. Я не общаюсь с людьми, которые мне такие, блин, с тобой что-то не так. То есть ты считаешь, что людям, которым ты не нравишься, у них плохой вкус? Да. То есть это вот… Это тоже часть твоего мира? Да, это часть моего мира, но следовательно, нам не по пути. Вы встретите человека, который вам будет нравиться, и вы будете в рамках его мира его вдохновлять, вы будете быть неким таким позитивом и его развитие. А негативить в моем мире не нужно. То есть в своем мире… Ты же говорила, боль — это классно. Боль — это классно. Но вот мы встретились с этой болью, я иди вот подумала, ага, ну мне это сказали, суперклассно, но взаимодействовать постоянно с ней я не хочу, если я могу с ней не взаимодействовать. Одно дело, когда это вынужденная ситуация, то есть это произошло, это некая травматика, то есть это одно. Другое дело, это когда, ну, ты такой, там плохо, такой, ну вот, там меня оскорбляют, говорят, что я плохой, никуда, ну пойду туда. Зачем идти туда, если там тебе говорят, что ты хороший, ты классный, ну иди туда, не надо идти в негатив. Ты прорабатывай травмы, которые у тебя есть в жизни. Ты иди через некие сложности, но ты иди через сложности, через некую всё равно лёгкость старайся. То есть тебе надо только туда, куда классно, где классно? Нет, не только туда, где классно, а там, где тебе комфортно где-то. Стремиться нужно к комфорту. Безусловно, стремиться нужно к комфорту, но при всём этом, на пути к этому комфорту встречается некая травматика. Хорошо. Вот эту травматику мы прорабатываем, но мы не идём в травматику, там плохо, как бы мы идём в эту травматику. Ну, понятное дело, что если мы будем прыгать с крыши 25 этажа вниз головой, ну мы упадём и разобьёмся, ну, понятное дело, что будет больно. В лучшем случае ты останешься инвалидом, и ты будешь страдать, ты будешь обузой семьи. Ну, хорошо, не обузой, как бы. Ты можешь, даже будучи инвалидом, быть прекрасным, гениальным человеком. Не об этом речь. То есть, ну, ты создашь сложности. Ну, ты же это понимаешь. Зачем ты туда идёшь? Не иди туда просто. А создаёшь ли ты себе сложности, когда считаешь, что ты самая красивая? Может ли это как-то негативно повлиять на твою жизнь? Твоё мнение о том, что ты самая красивая? Я сама создаю себе сложности. Ну, если ты сама решила, то, что ты самая красивая, тогда получается, что... Ну, то есть, я имею в виду, может ли это привлечь к какому-то нежеланному результату? Ну, в моём... Например, девушка, да, которая не самая красивая, считает, что она самая красивая. Может ли это как-то навредить, то, что она так думает? Или в этом только позитив? Это может, безусловно, ей навредить, но при всём этом... Скорее всего, вот, даже если она считается вот самой красивой, самой классной, и их встретит человек, который скажет, что ты не самая красивая, не самая классная, она скажет, ну, до свидания. Она скажет, что ты больной, ну, то есть, с тобой что-то не так, у тебя вкус плохой. Да, у тебя вкус плохой. Всё, и она пойдёт туда, где ей будут. Говорит, что она красивая. То есть, это максимум, что плохое с ней может произойти? Мы же должны понимать, что должна быть здравость. Но мы же не уходим в некое уже отклонение. Когда у нас некий уже такой нарциссизм, эгоизм, я люблю только себя, я не замечаю окружающих. Но мы же не уходим в это. Мы говорим о, безусловно, любви к себе. Мы говорим о том, что женщина, она прекрасна. О том, что женщина должна любить себя. И в своём мире она красивая. Но разделять-то мы должны это. Очень непонятно, что нужно разделять. Ну, в мире вот... То ты говоришь, что ты самая красивая, а то ты говоришь, не нужно уходить в нарциссизм. Я самая красивая в своём мире. Что это значит? В своём мире. То есть, я выхожу из дома, я красивая. Как это применять в реальном мире, а не в своём? В реальном мире мы живём по тем законам, в которых мы оказались. Да, и по этим законам ты не самая красивая. По этим законам я не самая красивая. По вот этим законам. Но в рамках своей жизни я красивая. Ладно. То есть это разное. Я это разделяю. Ты говоришь, как будто бы это должно понятно быть, но мне это вообще непонятно. То есть это внутренняя составляющая. Это то, что должен быть человек. И мне кажется, проблема в том, что люди тоже это не до конца понимают. И начинают считать, что они самые красивые и самые лучшие уже в реальном мире. И начинают претендовать на то, на что могут претендовать только самые красивые. И потом с ними не происходит то, на что они думают, они должны претендовать. И они расстраиваются, винят в этом мир или того, кто им так сказал и так далее. Потому что нужно жить в реальном мире. А когда ты живешь в иллюзиях и сталкиваешься с реальным миром, мир рушится. Это больно и неприятно. Зачем? Зачем к этому приводить? Безусловно. Но я не живу в мире иллюзий. То есть у меня есть я. Вот я. А зачем говорить о мире иллюзий, когда я спрашиваю о реальном мире? Потому что есть я, и я смотрю своими глазами на мир. И я проецирую мир. И если ты считаешь в своем мире, что все происходит таким образом, у тебя и начинает так происходить. То есть мы проецируем свою реальность. Если посчитать себя самым красивым, ты станешь самым красивым? В своем мире, да. Господи, в своем мире. Ну потому что у каждого из нас свой мир. У тебя свой мир, у меня свой. Что угодно добавить в своем мире, это будет правдой. Ну а зачем? Ну потому что у каждого человека он свой. Ну согласись, твой мир и мой мир, они разные. Да нет моего мира. Есть реальный мир. То есть у тебя просто вот общий мир, и ты на него смотришь. Конечно. Ты на него что, смотришь глазами вот той женщины? Нет. Я своими глазами смотрю. И я воспринимаю все так, как это в мире работает. Если я посчитаю себя самым красивым, это в мире работать не будет, потому что это не так. Но если тебе так комфортно будет, то есть если тебе комфортно так думать, и тебя это не ухудшает, не улучшает, ты остаешься при этом человеком. Но ты так думаешь, потому что тебе это комфортно. Это твоя некая хорошая защита. То есть защита от мира я считаю себя вот самым классным. Все, супер классно. Я выхожу в мир, но даже если мне кто-то скажет, что ты не самый классный, ну и пофиг. Ну, и ладно. Следующий пункт. Давай, следующий пункт. Сарказм, цинизм, черный юмор. Это все можно отнести к твоей нетипичной подаче. Ну, в принципе, да. Элемент твоей работы для того, чтобы вывести человека на эмоции, о которых ты уже рассказывала. Где-то, да, но также я и, в принципе, в жизни так общаюсь. То есть сейчас себя, надо сказать, сдерживаю где-то. А почему сдерживаешь? Ну, потому что равно записываем камеры, они немного смущают. А в жизни не сдерживаешь себя? Нет. То есть ты считаешь, цинизм и сарказм — это положительные качества? Я считаю, что это засчитанная реакция от мира. Вот так. И это хорошо или плохо? Защитная реакция? Это плохо, конечно. Но, опять же, это же произошло не просто так. То есть произошли какие-то ревнюющие ситуации. Я поняла, что лучше смеяться. Человека зачем бежать говорить ему прямо, что он плохой, если можно это сказать все в шуточной форме. И человеку не обидно, и он все понял. Ты имеешь в виду в работе? И в работе, и в жизни. То есть где-то даже примеры давать, основываясь на черном юморе, на сарказме, на цинизме, ну, проще. То есть какие-то примеры, аналогии. То есть и человеку весело, он смеется, и тебе не скучно. У тебя свой стендап происходит. Окей. Ну, вроде все понятно. Радует, что здесь мы. Да, пробежались по твоей самохарактеристике. Классно. Переходим к теме? Давай. Тема у нас сегодня помощь. Помощь. Ты уже мельком затрагивала ее, когда о чем ты говорила. Я обратил внимание, но уже не помню, в каком контексте. Есть такой фильм, я бы хотел начать с него, который называется «Прислуга». Не смотрела? Это десятых годов, наверное, 2010-х. Американский фильм про переходный период, когда отменили рабство. И про жизнь черных, про то, как они все еще прислуживали. Когда там еще рожали женщины. И белые женщины отдавали на воспитание своих детей черным. Что ты такое видела? Своей прислуги. Вот. И фильм по-английски называется «The Help», то есть «Помощь». И это интересный момент, что в Америке прислугу называют помощью. У нас это так не работает. У нас есть прислуга, и если назвать прислугу помощью, то это немного не сходится. Как ты думаешь, почему в Америке прислугу? У них же есть там и слова и «батлер», и «сервант», то есть все-таки прислуга, такое слово есть. Почему они это называют именно помощью? И какая связь между помощью и служением? Хороший вопрос. Связь между помощью и служением? Но, во-первых… Мы можем со служением начать. Как ты вообще к служению относишься к этому слову? Какое оно у тебя вызывает? Служение? Служение – это прекрасно. То есть если мы будем брать общие обязанности женщины, то есть женщина обязана служить своему достойному мужчине. Служение – это не рабство. Рабство – это когда тебя заставляют, скажем так, делать педикюр зубами. Служение – это идёт через любовь, через принятие. То есть я служу, я принимаю, но я не позволяю к себе относиться плохим образом. Служение – это хорошо. Это если служение. Помощь, ну, если так смотреть, то человек, который работает, например, помогает, точнее, как прислуга, она же помогает. То есть она помогает, и она выполняет огромную тяжёлую работу. Она должна не нарушить покой тех людей, которые её наняли. Она должна выполнить хорошо свою работу. Но это и правда помощник по дому. Она же тебя освобождает от ряда задач. Она, например, убирается дома, готовит кушать, занимается детьми, там, садом, там, неважно, чем. То есть помогает, и это помощь. То есть, ну, это не рабство. Безусловно. Насчёт рабства я согласен. Мне нравится лёгкое разделение служения и рабства – это добровольность. То есть добровольное – это служение, а вынужденное – это рабство. В чём тогда разница между тем, чтобы помочь, и тем, чтобы прислужить? Почему мы два слова используем? Что такое служение, что такое помощь? Вот ты правильно сказал, слово «прислужить». То есть как бы прислуживаться – тошно, как бы прислуживаться. То есть вот когда именно в России часто слово «прислуживаешься» подразумевает, как в серии человек пытается подмазаться. То есть такое прислужиться. То есть у нас служение не используют в правильном значении. То есть служение, ну, это ж никогда ты прислуживаешься. Это не когда ты пытаешься из себя что-то, скажем так, показать для достижения какой-то цели. Это всё же должно идти через любовь. То есть служение, оно всегда через любовь. Второй момент какой был? Я забыла, о чём уже говорила. «Прислужить и помочь» в чём разница? «Помочь» То есть получается, правильно ли я понял, что прислужить – это помочь с корыстной целью? Ну, где-то так. Интересно. А если тогда помощь со служением сравнивать? То есть служение – это, грубо говоря, просто помогать на какой-то регулярной сною. Можно ли так сказать? Да. То есть женщина служит, например, мужчине вот просто. То есть не за что-то. Она просто это делает. Она рядом с этим мужчиной, несмотря ни на что. То есть будет у мужчины всё хорошо, прекрасно. Будет всё плохо, он также будет рядом, она также будет его вдохновлять. Она будет его направлять, он будет давать ему энергию, эмоции. Она не позволит себе уйти в негатив и сказать, знаешь, что-то вот пока у тебя всё было хорошо, всё было классно. А тут что-то «я не хочу тебя служить, нафиг ты мне нужен». Вот это уже она как бы прислуживала. То есть прислуживала для чего-то. Причём для чего-то в рамках только своей цели. То есть только своей. А ты служишься же в рамках цели нас двоих. Так же как бы и в работе. В работе можно служить, когда мы идём для достижения общей цели. Понятное дело, что тебе за это платят денежку. Например, служение как помощь в работе по дому. То есть человек в какой-то степени он служит. Но он это делает через любовь, через принятие. Понятное дело, где-то он делает это. Это не где-то, а он точно это делает из корыстных побуждений. То есть это нормально. Но он это всё равно делает через любовь, через принятие. То есть можно ли сказать, что служение можно разбить на два вида? Это за что-то, то есть за вознаграждение какое-то, либо просто так? Ну, где-то да. Можно. Как будто бы не хочется с этим соглашаться. Согласна, что-то не то с этим. Когда ты говоришь просто из любви, это не значит, что ты ничего не получаешь. Вот просто из любви. Я к тому, что ты можешь получать, а может нет. Поэтому я сразу сказал, что в служении ты, когда всё хорошо и когда всё плохо. Когда всё хорошо, ты можешь получать очень много. Когда всё плохо, ты будешь, возможно, максимум получать вымпел или грамоту и всё. Нет, я имею в виду нематериальное. Нематериальное. Ты получаешь не деньги там, а ты получаешь... А на этом всё строить? Вообще на энергии? То есть тут... Да, можно это энергией называть. За отсутствие более подходящего слова. Эмоции? Ты получаешь какое-то... Можно даже это к психическому здоровью притянуть. То есть когда ты не считаешь, что нужно служить, ты становишься не совсем нормальным человеком в каком-то смысле, можно сказать. Потому что люди — это социальный вид. И у нас социум строится на доверии, на взаимокооперации, работе и так далее. И когда мы не хотим служить, да, не получая взамен ничего, то есть мы получаем взамен, не знаю, человечность какую-то, можно это так называть. Угу, есть такое. Да, когда мы говорим про союз мужчины и женщины, да, и женщина служит мужу, она получает за это что-то духовное, что-то психическое такое. Есть такое. На мой взгляд, это никогда не одностороннее. Одностороннее — это рабство. Согласна. Когда ты просто служишь и всё. Ну, в России часто путают на служение и рабство. Да, у слова «служение» коннотация очень схожая с рабством, к сожалению. А если говорить про служение, там, на работе, там, естественно, взаимообмен уже более явный. Тебе берут деньги, то есть это всё можно пощупать, и поэтому это всё более понятно. А когда ты не можешь пощупать, остаются вопросы, почему-то я служу, а мне в ответ ничего не получают. И это может привести... Это уже в себе рабство. Да, к негативному. Ну, то есть я именно про нормальное служение, когда ты служишь тому, кому ты должен служить с целью... С какой целью? С какой целью женщина служит мужчине? Служит она ему с какой целью? Для достижения гармоничных отношений. То есть из этого складываются отношения. То есть отношения складываются из достойного мужчины и достойной женщины. То есть причём вот мужчина и женщина, они всегда будут достойны друг. То есть не бывает так, что у нас ангел небесный и сатана проклятый. Не бывает. То есть вероятнее всего, если ты ангел небесный, то и он ангел небесный. Если ты станок проклятым, то и он будет станок проклятым. То есть у нас всегда вот, скажем так, происходит некое такое взаимодействие, мы очень похожи. И мужчины и женщины, они подбираются всё же очень похожи друг на друга. И служение для гармоничных отношений, для исправления каких-то ситуаций. То есть исправить любую ситуацию, даже травматичную, отношения, которые идут уже на грани расставания. То есть на грани между расставанием и даже уже не на грани, они вот должны расстаться. Можно всё это исправить, если женщина просто примет решение служить ему. Она перестанет бороться с мужчиной. Она не перестанет ему что-то доказывать. Она перестанет пытаться самоутверждаться или требовать от него что-то. Она пойдёт просто через любовь, просто начнёт ему служить. И вот на удивление, мужчина начинает рядом с такой женщиной расцветать, и он хочет для неё сделать всё. У него появляются откуда-то силы, откуда-то возможности. И если ещё вчера он, например, не хотел выполнять какое-то твоё желание, потому что ты орала, что ты должен это сделать, почему у меня этого нет, вот у Люси есть, а у меня нет. То сегодня, когда ты говоришь о том, что мне ничего не нужно, я тебя люблю, я тебя принимаю, давай вместе идти по жизни, и давай будем развивать наши отношения, давай я буду выполнять женские обязанности, ты мужские, давай разделимся. И тут мужчина такой, бац, у него инсайд, а я хочу для этой женщины уже что-то делать, я хочу посвятить ей жизнь. Он к этой женщине уже не уйдёт, нет, он начнёт меняться сам, и возможно, возможно, конечно, он и будет думать о том, что он может сходить налево, но уйти он не уйдёт, потому что ему уже комфортно, он видит, что его любят, ценят, принимают. И вот эта любовь, принятие, это есть некое служение, то есть принимать человека таким, какой он есть. Класс, ты так интересно говоришь про мужчин и женщин, про мужские и женские обязанности, как ты относишься к феминизму? Какому именно? То есть есть больной феминизм, который мы можем наблюдать, а есть здоровый. То есть если мы возьмём здоровый феминизм, благодаря феминизму женщины позволены получать высшее образование. Классно, классно. Благодаря феминизму женщины конституционно равны с мужчиной. Они теперь могут сами голосовать, ну важно, важно, конечно. Но если мы возьмём некую вот такую уже неадекватность, когда женщина начинает просто мужчин во всём ущемлять, и мужчина бедный уже сидит, думает, да куда мне деться от этого, блин, феминизма. Здесь я должен, здесь я обязана, она никому ничего не должна и не обязана. Но это уже неадекватность, это не феминизм. Интересно, элементы здорового феминизма ты назвала возможной женщиной голосовать. Ну это уже было как юморнее. То есть она теперь может голосовать. Ну ты считаешь это хорошо? Я считаю, что хорошо, что женщины конституционно с мужчиной равны. Но на практике мужчина и женщина не могут быть равны. Я поверю в то, что мужчина и женщина равны, когда мне вот стул и стол сделают одинаковыми. И докажешь, что они равны. Но они не равны. На стуле мы сидим, а на стол мы ставим продукты. Если мы стул начнём использовать как стол, то можно, но это не его функционал. Окей. Ещё раз, ты считаешь, что появление у женщины права голосовать это хорошо? Ну, стало больше голосов. Я считаю, что это особо ни на что не влияет. Ну то есть, ну не, я бы конечно сказал вообще про голосование в России, но ладно, не буду. Я попробую немного изменить твоё мнение, если ты не против. Нет, безусловно, что даже женщины конституционно равны, это классно. Голосовать супер классно, потому что это даёт им тоже возможности. Поэтому то, что они могут голосовать, это хорошо. Почему нет? Окей, я тебе скажу почему. Говори. На мой взгляд, это путь к разделению. Потому что... Почему раньше голосовали только мужчины? Потому что голосовали не мужчины, а семьи. А у семьи есть глава. Это мужчина. И когда мы даём возможность и мужчине, и женщине голосовать, мы даём возможность семье разделиться. Теперь у мужчины может быть такое мнение, а у женщины такое. Ну, кстати, да. Я что-то не думала на это что-то. Ты прав. Да. И про образование тоже можно много поговорить. Насколько оно позитивно для женщин. Но всё же, мне кажется, женщина с образованием лучше, чем без образования. Ну, короче, к лёгким формам феминизма ты относишься положительно, но есть... Да, есть уже некий перегиб. Про всякие равноправия, про подмены ролей, то есть когда женщина берёт на себя мужественные роли. Да. А тебе, ты считаешь, что это плохо? Да. Я считаю, что женщина должна выполнять свою женские обязанности, и женщина должна оставаться женщиной. То есть женщина — это не мужчина, это не мужская форма жизни. Поэтому... Мне больше понравилось, если бы ты сказала, я поверю в равноправие, когда мужчина родит. Ага. Ну, можно и так сказать сказать, что... Да. Это, ну, на мой взгляд, вообще все различия между полами, они идут именно от возможностей, именно от вот этих вот физиологических особенностей, что женщина рожает. Ну... Если убрать вот это вот отличие, то от него пойдёт всё остальное, и мы действительно станем равными. Но поскольку один вынашивает ребёнка, нуждается в защите, бла-бла-бла-бла-бла, другой будет, соответственно, защищать, бла-бла-бла-бла. То есть всё от этого процветает. Но если женщина не сможет рожать, она, в принципе, станет даже похожа где-то на мужчину. То есть мы потеряем тогда уже некий даже сексуальный... сексуальный привлекательный друг для друга. Если мы уберём вообще эту функцию, вообще уберём, не в плане того, когда у женщины есть проблемы, а вообще мы её убираем из этого мира. И всё, теперь мы однополые. Безусловно. Ну, тогда мы будем как тараканчики. Они могут меняться полами, они могут спариваться, они все похожи друг на друга, хотя, я так сказала, тараканчики. Возможно, тараканчики друг друга различают, они сподят, думают, какой у неё усик красивый. Вот, то есть... Но при этом... Да, они всё же... Они эти... Демафродиты же, они могут меняться полами. То есть он сегодня девочка, завтра он мальчик при определённых обстоятельствах. И он может уношать потомство. Ну, тогда мы будем как тараканчики. Да. Вот, и всё. Хорошо. Когда я тебе озвучил тему, о чём ты подумала, мы будем говорить? О чём я подумала, когда я озвучил тему помощь? Я подумала, почему именно помощь? Дальше я подумала, а кому мы будем помогать? То есть я тебе, по-моему, этот вопрос задала, что а кому-то мы помогать будем. Далее я подумала, возможно, ты коснёшься темы, например, абьюза, домашнего насилия, причём как в рамках мужчины, так и в рамках женщины. Возможно, будет какая-то помощь детям. То есть я подумала, вот в этой стези будет помощь. Дальше я подумала о том, что у меня с... Ну, не с детства, с подросткового где-то возраста, но есть такая мысль, и я надеюсь, что я её осуществлю рано или поздно, что основать центр помощи, получается, людям, попавших в сложную жизненную ситуацию, то есть чтобы любой человек, который попал в сложную ситуацию, мог прийти обратить за помощью, ему помогли как психологически, так и юридически. К сожалению, таких центров, вот, чтобы это было, вот, бесплатно, на основе благотворительности, нет. Но для этого нужно достаточно большие вложения, и достаточно много сил. Я пока не могу себе это позволить, но я надеюсь, я к этому приду, и я, в принципе, к этому и иду. Классная цель. Такая идея. На мой взгляд, одно из заблуждений людей, наверняка, ты тоже с этим сталкивалась, особенно, когда мы говорим про молодых людей, это у них есть такая идея, что если я буду помогать людям, то и они мне будут помогать. Помогая другим, ты помогаешь себе? Нет, не в этом смысле. В смысле... А, я поняла. Если я сделаю, то мне потом ответят взаимностью. И это ведёт к очень большим проблемам, в виде, что, так, где моя взаимность? Я всё для этого мира делал, бесплатно отдавал себя, почему мир не отдаёт мне себя обратно? Что ты по этому поводу думаешь? Ну, то есть, когда люди думают, что нужно помогать, то есть, есть такая повестка, да, что нужно быть хорошим человеком, это значит, помогать нуждающимся, и вот человек такой думает, хорошо, я буду помогать, и начинает помогать всем, тратить себя на всех других людей, при этом ни о чём не договариваясь, безвозмездно, от чистого сердца, бла-бла-бла, и потом он заканчивается, да, этот ресурс, и ему нужно получить что-то в ответ, и он в ответ ничего не получает, и начинает, что? Ненавидеть этот мир. Ну, да. Безусловно, весь мир говно, все бабы вляли, а солнце вглёбан фонарик, это нормально. Да, как ты относишься к этому феномену, не знаю. Ну, как к нему отношусь? К нему никак не отношусь, ну, то есть, у нас человек комфортно жить в таком мире, где все по фии, ну, хорошо, или, что он вот такой вот всем помогает, он всем сострадает, а ему нет, ну, если ему так комфортно. У тебя было такое? Нет. То есть, я не жду от людей ничего, то есть, каждый вправе делать то, что он считает нужным. Помогать или нет, это мой выбор, и я помогаю тогда, когда я этого хочу, то есть, у меня есть на это силы, то есть, я могу даже этого не хотеть, но я понимаю, что, ну, это надо сделать, ну, я тогда помогу, то есть, возможно, даже где-то в ущерб себе, но я не буду ждать, что сейчас человек такой начнет мне кланяться низко в ножки и говорит, о, спасибо, великая София, что вы мне помогли. Зачем это нужно? То есть, я это помогаю для себя. Я помогла, супер классно. В своем мире, в своем мире, я классный человек. В мире этого человека я вообще могу быть через, там, какой-то промежуток времени самым худшим. Человеком, который вытащил его из грязи, сели, вот вы мне помогли, и вот тогда я там куда-нибудь пошел, у меня что-то случилось. И очередь тебя будет врагом считать, а ты будешь считать, что совершил классный поступок. Да, я тоже говорю про добровольную помощь. То есть, человек считает, что он может помочь, он хочет помочь, идет, помогает, но потом он сталкивается с тем, что он ожидает что-то в ответ, но ничего не получается. Но, следовательно, он это делал уже не совсем, скажем так, не совсем честно, что ли. он это делал с каких-то уже корыстных побуждений, своих, то есть, он преследовал какую-то выгоду, а в помощи не может быть выгод. Я помогаю просто. Как можно помогать из выгоды? То есть, давайте я помогу, а вы мне что-то за это дадите? Ну, это не помощь. Ну, он даже мог не рассчитывать изначально. То есть, не знаю, насколько это можно назвать корыстью, то есть, когда человек считает, что чтобы быть хорошим человеком, нужно помогать другим. и вот он думает, что он суперсильный, да, он источник силы в нём внутри. Он может бесконечно другим людям помогать и просто в какой-то момент он сталкивается с тем, что силы куда-то пропали и помощь нужна уже ему, а он это просто не осознаёт и думает, что у него какие-то просто там со здоровьем проблемы, бла-бла-бла. А человек уверен, что он может принимать эту помощь? Очень часто так же бывает, когда к человеку приходят с помощью, а он от неё отказывается, он её просто не замечает. Да, такое тоже бывает. Но я именно про другой случай, когда... Когда он прям ждёт, такой сидит, думает, сейчас мне поможет вселенная. Не то, что ждёт, ему просто это нужно. Ну, то есть, он отдал всего себя, грубо говоря, и у него не осталось ресурсов, и он в каком-то непонимании находится, да? Я вот помогал, и сейчас я в какой-то жопе, и мне никто не хочет помогать почему-то, и что делать? Ну, вот здесь маленький момент такой, помогать нужно из изобилия, то есть, помогать нужно, когда у тебя много, то есть, например, благотворительность, супер классно, ты можешь отдавать и последнее, но ты не должен всё равно ставить себя в положение, при котором тебе будет очень тяжело, то есть, в очень трудное положение, то есть, всё равно, ты должен как бы оценивать, не должно быть такого, что ты сейчас идёшь, такой, например, помог, там, какой-нибудь носике, хвостике, отдал там всю свою зарплату, потом приходишь такой домой, у тебя стоит там жена встречает, трое детей, и ты такой, ну, я это решил помочь, а как бы, а ты не подумал о том, что у тебя есть ответственность, что ты ответственность не только за себя, например, в данном случае, но и за других, ты не подумал о том, даже если у тебя никого нет, что ты будешь есть завтра, то есть, ты же всё равно должен, ну, подумать, помогать нужно из изобилия, и я за помощь, но за здравую помощь, то есть, если ты можешь вот сейчас дать 10 рублей, дай 10 рублей, не надо давать 100, можешь дать 100, супер классно, дай 100, можешь дать 1000, дай 1000, можешь дать 100 тысяч, прекрасно, миллион, супер, миллиард, замечательно, но всё это должно быть из изобилия, у тебя, у самого должны оставаться силы, ресурсы, то есть, так же, как и, если помощь будем брать не материально, а просто вот помочь человеку, если ты понимаешь, что вот сейчас, например, помогая, там, вот этой женщине, ты попадёшь сам под машину, ты, например, станешь инвалидом, да, там, да, классно, ты совершил суперский поступок, ты спас жизнь другому человеку, но в своей голове, ты же самому должен был как-то минимизировать риски на то, чтобы стать инвалидом, то есть, где-то, наверное, это будет звучать некрасиво, но... На выжге. Выбирать нужно где-то себя, ну, то есть, если ты понимаешь, что в данном случае, как бы, ну, ты умрёшь, у тебя это не входит в план ещё пока, ну, ты и так умрёшь, если это, как бы, ну, вот, семенческий замысел, то, что тебе кирпич на голову упадёт, или же в твоих планах не входит становиться инвалидом, ну, может, как бы, стоит не помогать, может, это некий, вот, такой, круговорот судьбы того человека, и ему нужно оказаться в этой ситуации. Ему нужно умереть. Да, и ему нужно умереть. То есть, ничего не происходит просто так. То есть, ну, помощь утопающему, делай рук самого утопающего. то есть... давай в крайности не будем уходить, а то мы сейчас до Гитлера доберёмся. Ну, то есть, помогать нужно, нужно просто понимать, насколько ты можешь помочь. Вот это вот ключевой вопрос, с которым у людей могут быть трудности. Конечно. Сколько я могу помочь? И как бы ты ответила на этот вопрос? Как понять, чем ты можешь помочь в данный момент? То есть, ты должен посмотреть на то, вот, во-первых, что тебе отдать, не сложно, а второй момент, что ты можешь отдать даже, возможно, чуть больше, чем у тебя есть, сил, энергии, возможности каких-либо, но при этом, ты не будешь в минусе, ты сможешь это восполнить. То есть, отдавать всего себя прям, ну, не стоит. Зачем? Тебе же это никто не возместит. А у себя ты единственный, ты любимый, ты неповторимый. То есть, вот самого себя тебе никто не вернет. То есть... Классно, когда есть какое-то правило, от которого можно отталкиваться. И мне нравится религиозная идея 10% как это слово? Благотворительность. То есть, 10% своего дохода отдавать на благотворительность. То есть, ты помогаешь и не в большой ущерб себе, и это то, с чего можно начать. То есть, когда не знаешь, с чего начать, нужно начать хоть с чего-то, и ты можешь понять, достаточно ли это для твоего морального удовлетворения, можешь ли ты это физически себе позволить. Если да, отдавай больше. Если для детей слишком много, ну, отдавай меньше. То есть, какое-то правило должно быть, но какое тебе нужно выяснить. И из-за этого 10% по-моему, это классный начал, к которому люди приходили веками. Должно быть это правило, которое может работать. Да, у меня на консультации даже есть такое правило, как 10% просто всегда про 10% я вспомнила, о том, что 10% вот в том из консультации она всегда идет на какую-то благотворительность. То есть, я спрашиваю человека, кому он хочет помочь, кому-то нравится помогать, например, животным, кому-то деткам, кому-то старикам. То есть, мы выясняем ту степень, где он хочет, ту область, в которой он хочет помочь, и 10% консультации они всегда идут на благотворительность. Классно. То есть, это как такое же правило, это обязательно. Мне кажется, это на женщин больше нужно действовать. Окей. Такой дурацкий вопрос. Когда нужно помогать? Когда человеку это необходимо, и когда он просит. Основной момент просит. То есть, если человек не просит тебя помощи, и он справляется сам. То есть, вот он справляется, возможно, он хочет так. Ну, то есть, если тебя не просят об этом, не лезь. То есть, лезь надо тогда, когда тебя попросили уже об этом. А если ты начнешь, вот сам лезь, помогать, то еще и обвинят, скажут, зачем ты лез? Я же тебя не просил об этом. Поэтому, если попросят, нужно оценить свои возможности и помочь в рамках своих возможностей. То есть, не должно быть так, что тебя просят, например, сделать вот столько, а ты не можешь столько, ты можешь сделать столько, вот столько. Сделай вот столько, вот столько, сколько ты можешь. Или если ты вообще не можешь, откажи. Да, верно. То есть я не могу тебе помочь. Но давать человеку также какие-то надежды, это неправильно, если тебя попросили о помощи. Лучше тогда уже отказать, сказать, что обрастись вот к этому. То есть вот здесь я помог. Я не могу помочь. Клево, классно. А может быть такое, что человек просто сам чувствует, что ему нужно кому-то помочь, но его никто не просит? Ага, бывает такое. Есть такие, знаете, помогаторы, когда ходят ко мне бы помочь. Нет, ну если говорить о потребностях человека, на мой взгляд, у человека есть такая потребность чувствовать свою пользу для мира, да? Да, согласна. И вот он хочет что-то сделать хорошее, у него есть ресурсы, время, бла-бла-бла, но вот никто его не просит. Ну то есть всегда есть, конечно, те, кто просит, всякие благотворительные фонды и так далее. Но вот если хочется, например, близким помочь? Близкие, они все равно будут, скажем так, невербально просить. Это некая такая чувственная связь, когда ты понимаешь, что ты должен. Ты не будешь иметь возможности это возможно объяснить. Тебя никто не просил, но ты будешь понимать, что ты должен помочь. Это как некая обязанность, что ли. Но ты должен. То есть с тебя это никто не может снять. Кроме тебя, ну никто не поможет. Понятное дело, что, например, близкому, особенно если он идет, вот выше тебя по иерархии, то есть это у нас, когда идут мамы, папы, бабушки, то есть выше. Им очень сложно просить помощи. И даже вот у меня во взаимоотношениях с мамой, я говорю, мама, если нужна помощь, проси. Ей тяжело, потому что она все равно по иерархии стоит выше, если я должна помогать, но я же выше. И здесь, там, ты можешь только чувствовать, то есть ты можешь понимать, там уже из каких-то, исходя из каких-то предложений, что, ну вот человеку сейчас нужна помощь, а раз она нужна, ты должен ее сделать настолько безболезненно и настолько незаметно, чтобы это не причинило ему боли. Так как близкие, особенно, которые стоят выше по иерархии, они вот очень болезненно часто относятся к тому, когда им помогают. Дети, как правило, они всегда просят, то есть если что-то не так, все говорят, помоги, дай. То есть для ребенка это нормально и вообще у ребенка должно быть правило и это нормально, что мама, папа, дай, мама, папа, дай. То есть потом, когда ребенок вырастает, бессловно, он уже должен давать, если, конечно, скажем так, девочке или мальчику уже, скажем так, за 30, а он такой все, мама, дай, мама, дай, ну как бы мама, дай, уехал в Китай, сказал никому, ничего не давай, как бы уже все, как бы мама тебе все, что может дать, это энергию, все, получай энергию, вот с космоса, мама тебя любит, ценит, она тебя благословляет на изобильную жизнь, и все, как бы сын мой, дочь моя, иди, и на мой взгляд, это нормально, то есть дальше ты уже помогаешь, ты должен чувствовать это, вот, также, если мы будем брать, например, вот окружающих, но когда человеку прям нужна помощь, все равно это чувствуется, это чувствуется на каком-то, вот таком бессознательном уровне, и ты сам спрошу, может тебе нужна помощь, если тебе говорят, да, помоги, или не мог бы ты там мне что-то объяснить, или не мог бы ты вот это сделать, то есть это одно, то есть ты можешь спросить, но начинать помогать, ну незачем, как, например, ситуация была не так давно на парковке, то есть... Так, сейчас будет что-то интересное, парковочки. Да, парковка, то есть, ну не буду рассказывать про вчера и сегодня, меня вчера ноты, Nissan ноты выбешивали, сегодня мужчина встал прям вот так, вот рядом, перегородил мне всю траекторию разворота, и при этом, вот за рулем был мужчина, и вот по нему прям было видно, что ему просто было интересно посмотреть, как девочка будет, простите, ебаться, то есть с данным вопросом, с данной проблемой. Ну ладно, не об этом. И вот ситуация на парковке, когда ты паркуешься, у меня камера, я вижу, как я паркуюсь, и тут подходит человек, и начинает мне помогать, жестикулировать, а он у меня просто в камере отражается, у меня сонары, орут, я не могу, то есть у меня орут сонары, потому что он близко подошел, а он пытается помочь, и с одной стороны человек же пытается помочь, он видит, что здесь узко, и конечно я не стала ему орать, что ты олень такой тут делаешь, иди нахрен отсюда, я была такой, конечно же, я его поблагодарила, но так и подумала, зачем, тебя же не просили, но если бы мне нужна была помощь, я бы попросила, наверное, ну или ты хотя бы подойди и спроси, потому что в данном случае ты больше мешал, нежели помогал, и когда человек начинает помогать, не спросив, бывает такое, что ты больше мешаешь, потому что я шел вот своей дорогой, и да, мне было тяжело, но я знал, что здесь я вот пойду так, здесь так, здесь делаю это, а тут появился ты, встал столбиком такой, давай помогу, и начал набрасывать говна на вентилятор, по большому счету, и в конечете я такой стою, у меня вентилятор крутится, я весь в говне, все вокруг в говне, и ты рядом стоишь такой, ну я же хотел тебе помочь, ну не помог ты мне. Классную идею ты упомянула про иерархию, мне кажется, это всегда прикольная идея в ситуациях, когда тебе нужно что-то выбрать, иметь такой список приоритетов, и когда ты хочешь кому-то помочь, у тебя есть возможность, прикольно по этому списку просто идти, с самого верхнего приоритета, человек, которому больше всего нужна твоя помощь, или который больше всего оценит твою помощь, и так далее, и подходишь к нему, говоришь, нужна помощь, нет, и окей, дальше по списку, это прикольно, вообще списки и иерархии, они помогают быстро принимать решения, не купить. Да, ты прав. И иногда спросить, нужна ли помощь, может быть гораздо полезнее, чем помочь, потому что проявление внимания, особенно с близкими людьми, это очень круто. Когда нужно просить о помощи? Хорошего. Нужно ли и как, и кого? Как жить вообще, расскажи. Кто бы мне рассказал, как жить? Получается, ну, мне на этот счет нравится фраза, уже никогда ничего не проси, в особенности у тех, кто сильнее, сами предложат и сами все дадут. То есть, если тебе нужна помощь, то я за невербальность. То есть, ты можешь где-то около сказать, и человек, если это в его силах, он сам предложит. То есть, если человек, ты понимаешь, что он сильнее тебя, он могущественнее тебя, и он в состоянии в данном вопросе тебе помочь, то ты можешь просто сказать, что у меня сложилась вот такая ситуация, не знаешь, как ее решить. И человек сам предложит помощь. Если, конечно, ситуации такие, ну, вот, стрессовые, когда ты вынужден уже просить помощь, то в этом случае, ну, просто подходишь к тому, кто может тебе помочь, и говорит, не могли бы вы мне помочь. Так, например, как с парковкой, например, ну, не могу, вот, нет ничего, мне нужна помощь. Ну, можно всегда подойти вот к рядом стоящему мужчине или женщине сказать, не могли бы вы помочь. И, вероятнее всего, тебе помогут. То есть, если я об этой помощи попросить. Но, опять же, это какая-то такая стрессовая ситуация, вот, ну, такая резкая, и тебе нужно быстро принять какое-то решение. Но если все же это некая такая затяжная проблема, точнее, ну, да, затяжная, то есть это не так, что нужно решить вот сейчас прям вот точку, и мы должны в этой точке ее решать. А что эту проблему прям можно решить через неделю, через день, через два. То человеку, который ты считаешь муж-муж-муж-муж, можно просто обрисовать картинку, и он сам предложит. То есть не обязательно прям вот просить, унижаться. И, как правило, людям, которые сильнее тебя, им не нужно твое унижение. Они сами в состоянии понять. То есть сами в состоянии понять и предложить помощь. Потому что когда ты начинаешь все равно вот это, ну, помоги, ну, тебе же не сложно, ты себя сразу ставишь, вот, как бы, некое такое положение некомфортное. Например, я хорошо отношусь к людям, которые просят помощи, но мне будет комфортнее, когда мне обрисовывают картинку. То есть мне обрисовали картину, и я предлагаю сама помощь, которую я могу оказать. Тогда во мне не срабатывает вот этой серии. И я тут венец творения, ко мне пришли за помощью. Не срабатывает какого-то, ну, эгоизма, что ли. Срабатывает некая такая уже забота, понимание. И вот на неком таком психоэмоциональном уровне человек себя не ставит ниже тебя. Это очень важно. То есть прося помощи не нужно ставить себя ниже. То есть мы на равных. Но просто сейчас в этом равенстве тебе потребовалась помощь. И в этом равенстве я готов тебе помочь. Потом мне понадобится, возможно, помощь. И я тоже, возможно, к тебе приду, и в этом равенстве мы поможем друг другу. Но в равенстве. Где я вот такой крутой, высокий, а ты вот такой низкий, никчёмный, пришёл ко мне просить её. Ну и плюс помогать тебе же нужно через любовь. А через любовь-то уже не подразумевает, что я здесь, а ты здесь. То есть даже если мы будем брать помощь на уровень, например, наставник и ученик, понятное дело, что ученик, он находится в состоянии ученика. Он ниже по иерархии. Но по помощи, по обращению ко мне мы будем на равных. И помогать я буду тебе на равных. То есть я тогда спущусь со своего уровня наставничества, и я помогу тебе. То есть я не начну говорить, ну давай, ты это поднимись до меня, и вот здесь будем с тобой этот вопрос решать. Нет. Как бы человек, который выше, он спускается. Также это если я кому-то обращаюсь за помощью, объясняю ситуацию. Я должна пытаться подняться. Я не смогу подняться. Ну как я могу подняться, если у меня проблема? Как бы человек должен спуститься и через любовь донести информацию. И вот через эту вот любовь, донесение информации, как раз и будет заключаться вот эта помощь. И возможно, некая рекомендация, совет будут очень полезны, именно потому что они были сказаны через любовь. Ту же самую информацию. То есть человек скажет с точки зрения серии, ну давай, я сейчас тебе тут всё проясню, ну я-то крутой, а ты-то, ну, ну вот, как бы челядь подболотная. Ну, точнее, я плесень подболотная, ну и челядь безбожная, да? Но вероятнее всего, ты себя просто уйдёшь, будешь чувствовать говном после этой встречи. Да, ты, возможно, решишь эту ситуацию, но тебе будет настолько фигово, что ты подумаешь, да больше вообще к людям обращаться за помощью не буду. То есть такой, если хочешь запугать людей, просто начни им помогать через воскамели. Да, согласен. Можешь ты попросить микрофончик на себя развернуть? Вот так, верно? Всё чудесно. Прикольная мысль сейчас появилась про родителей и про бабушек и дедушек. Мне кажется, если ты очень хочешь кому-то помочь, точнее, если ты хочешь попросить кого-то о помощи, это сложный вопрос, когда нужно просить о помощи. Но как будто бы родители, бабушки, дедушки — это те, кто рады, когда их просит о помощи. Не когда ты просишь там свернуть горы, ну то есть посильная помощь. Можно даже в каких-то мелочах просто взять за практику время от времени. Как бы, может быть, помощь тебе особо и не нужна, но вот с точки зрения уделения внимания, да? Есть такое. И даже есть такая практика, как называется «мама дай», то есть ты должен просто приходить, просить у родителей какую-то посильную для них помощь. Понимаете, дело это не так, что давайте вы сейчас будут для меня всё делать. Нет. Это такая посильная помощь, то есть прощение о помощи, и они тогда будут помогать, они будут в этом не отрадоваться. То есть что они полезны, они важны, они ценные, они нужны. Да? Да, сложный вопрос для меня — это стоит ли просить о помощи, когда ты сам можешь сделать что-то? Родителей? Нет, вообще. Вообще? Да. То есть ты это сам можешь сделать, смысл? Ну, как будто бы ты можешь сделать что-то большее, пока что-то меньшее будет делать кто-то другой. А это как раз некая уже не помощь, а разделение обязанностей. И, возможно, в этом случае нужно встретиться с человеком, как бы обрисовать ему картину, сказать, давай я сделаю вот это, а ты вот это. То есть на некое разделение обязанностей. Ну да, это уже… И мы уже, да, в команде. Можно это просто по-другому назвать. Не просение о помощи, а предложение. Да. О каком-то сотрудничестве. Да. Прикольно. Про супругов давай поговорим. Давай. Мужчина и женщина. Как они друг другу помогают и как они должны помогать? Мы говорили много о том, что женщина служит мужчине. Мужчина, я так понимаю, женщине не служит. У него служение заключено немножко в другом. У него служение заключено в том, что он защищает, оберегает. То есть разные служения. То есть если женщина, она служит больше через некую такие эмоции и, скажем так, энергию, то мужское служение — это больше через действие. То есть, например, женское служение. Приготовить пищу может и мужчина, но приготовить пищу с любовью, наполнить ее с желанием, то есть именно знать, когда муж придет домой, то есть чтобы вот блюдо было готовое, готовое, тепленькое. То есть это уже служение, это забота, то есть через вот эту вот любовь. А мужское будет служение, например, он пришел с продуктами домой, то есть он позаботился о том, чтобы ей было что кушать. Он пришел, например, и там, обняв дочь, он подарил ей киндер-сюрприз, то есть тоже вот такой некий момент служения, то есть через любовь, чтобы было хорошо, приятно. Также, например, служение мужчины может заключаться. Идем, пойдем на переулку и, например, начинают приставать к девушке, вот его девушка начинает задавать какие-то вопросы, и он начинает ее защищать. То есть это тоже некое такое служение через защиту. То есть это мужское служение, оно просто немножко другое, а оно идет через обязанности. Это служение? То есть уместно ли здесь это слово? Вот в чем вопрос. Оно, может быть, не очень уместно. Вот, оно не очень уместно, но при этом это как одна из разновидностей, вот так, служения. То есть он выполняет свои обязанности через любовь. У меня сейчас интересная мысль в голове родилась, что служение — это в каком-то смысле слушание. Да, кстати. Три буквы очень похожи, да? Слушать и служить. И поэтому, на мой взгляд, здесь слово служение не очень уместно, потому что женщина, когда служит, она слушает, что ей сказал муж, и делает, служит ему тем самым. Ну, ты прав, кстати. А мужчина, все, что вот ты сейчас перечислила, его обязанности, да, это не то, что ему женщина сказала, а то, что, ну, там, свыше, да, грубо говоря, ему дано. Ну да, ты прав, согласен с тобой. Да. Вернемся к помощи. Кто кому помогает, когда, в каких пропорциях, есть ли разница, ну, то есть кто кому-то должен больше помогать. Как ты относишься к идее, что мужчина помогает женщине, не знаю, там, реализоваться? Реализоваться в социуме, да. На мой взгляд, помощь, помощь между мужчиной и женщиной, она делится в равных пропорциях, просто в разных областях, это некое разделение. То есть, если женщина помогает мужчине некой поддержкой, то мужчина помогает, например, женщине, ну, образно говоря, дотащить сумки. Ну, то есть вот. То есть мы разделяем помощь, то есть помощь, она в семье есть, она идет и от мужчины, и от женщины, нельзя сказать так, что мужчина должен, вот как сейчас девочки любят, что мужчина должен. Начинает вот этот список такой вот огромный, что мужчина должен, а я должна просто быть красивой, помоги мне реализоваться, давай ты мне откроешь какой-нибудь бизнес, давай я вот тут буду такая вот летать, а ты будешь все решать. Это не помощь, это не помощь, это скорее, ну, у мужчины есть возможности, и он решил, как бы, ну, мне не жалко, вот так, но это не помощь. Помощь это скорее, если он даст ей удочку и скажет, ну, хорошо, я готов вложиться в твой проект, потому что у меня есть на это возможности, да, я готов, я готов тебе помочь, там, например, наладить связи, я готов тебе помочь вот продвинуться, готов, но делать вот это ты должна сама. То есть я могу тебя обеспечить вот этим всей вот внешней защитой, то есть которая от меня зависит, я мужчина, иду тебе вот эту вот защиту. Но все внутри решай сама. То есть ты не должен быть так, что серия, он ей открыл бизнес, и он там всем руководит, а она, ну, номинальной серией, я директор. Пришла такая, построила серия, я молодец, у меня там есть салон красоты, вот, и там все в моем подчинении, а дальше пришел муж, дал всем и сказал, как нужно работать, но это как бы не помощь. Это просто мужчина открыл для себя, например, еще одно дело и добавил себе дополнительных проблем. Ну, нечего ему было делать, захотел он еще проблем, вот. То есть, но это не о помощи. Но и в рамках бизнеса может быть помощь, то есть открыть дело может быть как помощью при начинании. То есть ты начинаешь, я тебе помогаю. Далее, ну, все же ты должна идти сама. То есть ты должна сама в этом разбираться, ты должна это сама делать, если ты, ну, решила идти таким вот путем. Хотя, на мой взгляд, женщина в идеале должна заниматься домом, бытой и реализацией себя в любимом деле, когда у тебя все в доме и бытие уже хорошо. То есть если у тебя вот дома классно, детки накормленные, муж чувствует твою любовь, ты можешь начать заниматься любимым делом, которое может приносить тебе прибыль, может не приносить, неважно. То есть занимайся мыловарением, можешь быть прекрасным юристом, вести практику, но это не должно быть в ущерб семье. То есть все же реализация в социуме – это мужское. То есть это мужское стезя, это мужское пространство. И когда женщина приходит вот в этот социум, ей становится немного даже страшно. И она думает, почему все злые, что вот здесь что-то не так, здесь не так. Так ты пришла на мужскую территорию, на мужскую территорию мужские правила. И играть ты должна уже по мужским правилам. А будучи женщиной, играть по мужским правилам достаточно сложно. Вот, поэтому на мой взгляд женщина должна заниматься домом, семьей, любимым делом. И если рядом с тобой такой мужчина, который готов тебе это все давать, суперклассно. Обожаю такие семьи, где мужчина просто снимает женщине мужские обязанности и говорит, любимая моя, вот я хочу быть защитником, я хочу быть добытчиком, я хочу быть лидером. У меня все получится, просто верь в меня, занимайся домом, бытом. Да, сейчас может быть у нас все не так просто. Возможно, если ты сейчас пойдешь работать, все будет гораздо проще. Но дай мне возможность. То есть даже проводили такой эксперимент, как, например, в семье работает мужчина и женщина. И на каком-то этапе мужчина говорит, перестань работать. Она перестает работать, начинает заниматься домом, начинает заниматься детками, начинает служить мужчине. То есть вот начинает заниматься собой, реализацией именно себя в рамках, вот, любимого дела любви без ущерба для семьи. Это кучомин, без ущерба для семьи. И у мужчины резко начинается взлет в работе. И тут же делают момент такой, как, а теперь начни работать. Короткий промежуток времени и мужчина почему-то резко начинает терять в деньгах. Ну, я не знаю, как это работает, но на каком-то энергетическом уровне это так. Потому что есть вот какие-то деньги на семью, которые даны. Вот свыше дана вот эта сумма, которая может увеличиваться. И вот для увеличения этой суммы мы можем либо работать вдвоем, либо чтобы мужчина реализовывался в социуме, был мужчиной, ты был за ним. И тогда у мужчин все будет хорошо, и у тебя все будет хорошо, ты будешь заниматься женскими обязанностями. А я не верю в то, что женщина несчастлива, когда она занимается женскими обязанностями. Если женщина несчастлива, вероятнее всего, она идет по мужскому сценарию, и далее в ней срабатывают некие страхи. И эти страхи, они тоже понятны, что если, например, девочка росла в семье, где не было папы, и она понимает, что в любой момент она может остаться одна. Но также на этот счет могу сказать, но если ты будешь всю жизнь об этом думать, что такая, я останусь одна, и получается, ты всю жизнь работала такая, выполняла мужские обязанности у тебя, муж недолюбленный, дети недолюбленные, но ты такой классный специалист, все. И ты каждый день проспалась и думала о том, что, а если он умрет? И вот тебе в 80, ты лежишь такая, поворачиваешь голову в сторону, а он, тварь, не умер. Он лежит рядом, здоровенький, у него все классно, он не собирался умирать, это в твоей голове. Но это так же, как, например, начинать водить машину, например, левой ногой. Но если ты правшая, у тебя есть правая нога, ну, води ты правой, зачем ты ее поджимаешь и водишь левой, готовясь к тому, что у тебя оторвет правую ногу? Ну, не нужно готовить, случится печально, будем искать тогда выход из ситуации. Не случится, супер классно, живем дальше. Также, опять же, женщина, есть ситуации, при которых женщина вынуждена взять мужские обязанности. Это, опять же, момент вынужденности. И это у нас, когда у мужчины полная или частичная потеря дееспособности, он не в состоянии. В этом случае это уже крест, и я считаю, что в данном случае сказать, ну, что пока, это неправильно. То есть тогда мы принимаем эту судьбу, этот путь, то есть мы начинаем помогать мужчине. И, опять же, мы помогаем через служение. То есть мой выбор, мой муж, моя ответственность, я его принимаю, я его люблю, и я ему помогаю, несмотря ни на что тут. То есть, да, все сейчас непросто. Но тогда я иду работать, я иду по мужскому сценарию, возможно, я продолжаю дело мужа. Я уже тогда осознаю и понимаю, что я детям не смогу давать полной любви, но той, которую бы я, наверное, хотела. То есть я не смогу это уже давать своим детям, но детям нужно это объяснять, что мы оказались в такой ситуации. То есть давайте с вами разделять обязанности. Там, например, ты по дому мне помогаешь, я работаю. То есть потому что папа, он сейчас вот такой, папа у нас супер, классный, папа сильный, папа могучный. То есть дети не должны видеть и понимать, что... Точнее, они понимать могут. Они не должны слышать от мамы и видеть ее уничтожительные отношения. То есть когда из серии вот нас из-за него все проблемы, нет. То есть мать все равно должна любить, восхищаться своим мужчиной. И в этом случае, вероятнее всего, мужчина начнет идти на выздоровление. То есть это вот один момент. И второй момент, ну, это смерть. То есть если мужчина умер, то, ну, женщина, она должна взять ответственность. И как бы за себя, за детей, возможно, за дом, возможно, за какие-то начинания, которые были у них вместе с мужчиной, продолжить их тогда. То есть если кто-то появится у нее в жизни, классно, супер. Но если никто не появится, она, ну, должна все же взять ответственность всю тогда на себя. Но это уже такие какие-то, ну, форс-мажорные ситуации. Это исключение. Да, это исключение. Можно попросить о помощи у близких, родственников? Конечно, можно. То есть можно подтестовать, помоги мне. То есть помоги мне. Причем это может быть как к детям, так и к взрослым. Что, например, ребенку может сказать, помоги мне почистить картошку, маме сказать там, помоги мне, там, не знаю, что сделать. Например. Денег дай. Ну, да, диняк дай, да. Что, ну, вот сейчас такая у меня ситуация, не могла бы ли ты мне дать, там, вот такую-то сумму. То есть мама, она скажет, сколько она может дать, почему нет. Или не могла бы ты мне помочь, например, приготовить ужин. Не могла бы ты мне помочь, там, посидеть с ребенком. То есть помочь, это, ну, то есть попросить помощи, это нормально. Но, как мы уже ранее говорили, в рамках возможностей человека. И из любви. Конечно, и из любви, это очень важно. То есть помогать без любви вообще лучше не помогать. Класс. Потому что, когда начинать помогать без любви, это такая помощь равносильно вредительству. То есть, если я помог такой, и я сижу, жду такой высокомерный, когда что-то мне сделают. Ну, это не через любовь. Такой вопрос. Как у тебя с религией дела? Как ты относишься к религии? С религии, я сейчас скажу. Я считаю, что, я не отношусь к никакой из конфессий, я считаю, что Бог един. То есть, Бог един. И мне не важно, скажем так, какого вероисповедания человек. Если он идет по христианству, круто, классно. Пусть идет, это его путь. Идет по исламу, пусть идет, это его путь. Все равно, как бы, итог один. Мы идем к Создателю, к Творцу. И каким путем мы будем идти, мне не важно. Для меня Бог един. И я его не разделяю на такого, такого и такого. То есть, он просто есть. Можно назвать его не Бог, опять же, Творец, Создатель, Вселенная. Кому как удобно. Но это нечто большее, это нечто сильнее, чем мы. И то, от чего мы где-то, наверное, зависим. И то, кому мы можем идти за помощью, кстати. То есть, да. Да, я поэтому и спросил. То есть, безусловно. К нему мы можем идти за помощью. То есть, в сложной ситуации, но, в принципе, мы к нему и идем. То есть, мы обращаемся. И что интересно, когда мы обращаемся за помощью через принятие ситуации, без какой-либо уже агрессии, а через любовь, ну, удивительно, но помощь приходит из ниоткуда. Находятся люди, возможности. То есть, все начинает складываться так, что помощь пришла. И ты можешь, конечно, потом говорить, что «А чем мне помог Бог? Чем Он мне помог? Он же ничего не сделал, никакая манна небесная не опустилась на меня сверху, и что-нибудь произошло». Но, когда ты попросил помощи, в этот момент произошла какая-то цепь событий. И вот этот человек оказался на твоем пути, а вот эта бабочка села, например, на плечо вот этого мужчины. Этот мужчина обернулся и посмотрел в сторону и увидел тебя. Увидев тебя, он понял, что он, например, хочет тебе помочь. Он подошел, предложил тебе помощь. Вот она. Вот эта цепь событий, которых произошла. А ты просто попросил. А произошла она именно потому, что ты попросил у Создателя. А он гораздо сильнее, чем мы. Про религию немного интересно. А ты изучением религии когда-нибудь занималась? Хороший вопрос. Прямо изучением нет, но у меня бабушка, она прям религиозная. Она читает кофизму активно. Что читает? Кофизму. Что это? Кофизма — это, скажем так, книга религиозная, в которой прописаны определенные молитвы. И там идет молитва за определенный род. И также через кофизму потом еще. Вот бывает, когда приходят в церковь и просят, например, молиться за человеку, сколько там, 90 дней, по-моему, что-то такое есть. Ну, или 60 дней. И за человека молятся вот это. Вот это как раз ромка кофизма. Они потом включают еще дополнительные имена в этот список. И они вот молятся. Она этим занимается уже на протяжении сколько? Какой религией от относится? К христианству. Православие? У меня это христианство, это православие. Вот. То есть, ну, уже, наверное, лет 10 она этим занимается. То есть, я это, честно скажу, не поддерживаю. То есть, у нее это, на мой взгляд, уже в рамках фанатизма. То есть, я до сих пор помню картинку, когда у меня был выпускной, а ей нужно было прочитать кофизму, и она, забив на все, пропустив мой выпускной, сидела и читала кофизму, потому что для нее это было важнее. И это вот, видишь, как это сразу такая травматика. То есть, человек, ну, не смог найти другой возможности, другого времени, чтобы это сделать. На мой взгляд, это уже фанатизм. То есть, все равно ты должен выбирать в таких моментах комфорт близких. То есть, тем более, в какие-то такие важные моменты. Это одно дело, когда это, ну, незначительная серия, ну, что такого. А другое дело, когда ты понимаешь, что для твоего близкого это важно. А это навсегда тому, как, например, на психологическом консультировании, ну, человек что-то рассказывает важное, такой берешь телефон из серии, ну, это давайте, что-то пообщаюсь, подождите, мне тут кто-то написал. Это, ну, это все, что вы говорите мне, это, в принципе, понятно. То есть, ну, продолжите, я вас еще послушаю час, пока полазу в телефоне, а дальше мы с вами уже обсудим что-то детальное там. Суть я уже поняла. Ну, это же, ну, неправильно. Человек важный, его нужно в этот момент слушать. Ну, так же и здесь. То есть, когда это уже уходит в рамку некого фанатизма, ты начинаешь видеть только это и ничего более. То есть, изучением религии ты не занималась? О, нет. Но тебе это не интересно? Честно, нет. То есть, вот нет такого, что я прям вот бы хотела это изучать. Ну, опять же, вот, религии, я просто не могу это подвести прям под религию, но, наверное, видизм. То есть, его я прям изучала. То есть, здесь читала уже Абхагавадгипту, Махабхарту. То есть, мне это было на определенном этапе очень интересно. И это я изучала. Буддизм. Наверное, мне ближе всё же буддизм, и его я не буду так говорить в этой серии изучала. Просто прям изучала, когда ты детально владеешь какой-то информацией. То есть, ты можешь цитировать даже что-то. Это прям вот ты изучил это. А здесь, скорее, интересовалась. И видизмом вот тут интересовалась. Изучение — это ещё более глубинный уровень. То есть, изучить можно это только изнутри, когда ты знаешь суть прям. И ты дошёл до этой сути, и ты можешь эти знания уже давать другим людям. То есть, это ты уже изучил. А здесь, скорее, интересовалась. Окей. В православном христианстве есть такая идея, что без Христа человек не может попасть в рай. Без его помощи. И я её перевожу как на светский язык. Как человек, который считающий, что ему нужна помощь, это человек более сильный, чем человек, считающий, что помощь ему не нужна. Ты прав. Классно? Да. Не, реально классно. Ну, потому что человек, который может просить тебя о помощи, значит, он эмоционально созрел, он проработал себе какие-то затыки, и он может прийти. Потому что закон твоего мира — брать и давать. Если ты только берёшь или только даёшь, ты нарушаешь этот баланс. То есть, ты должен брать и давать. А если ты нарушаешь этот баланс, ну, как одна из психосоматиков, человек, например, начинает вылазить сахарный диабет. То есть, как правило, человек, если он не умеет брать или не умеет давать, у него сахарный диабет, ну, не знаю почему. То есть, если человек любит только вот брать, 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 что не даёт? Если человек только даёт и не просит помощи, ему что-то предлагаешь, он отказывается всегда. Так же, то же самое происходит. То есть, это уже некий такой более высокий, более осознанный шаг. И на это уже может пойти только осознанная личность. То есть, и помогать, и просить помощи. Не важно, как ты её просишь. Ты можешь опросить вербально, невербально, через общение, через намёки, но ты её просишь. А когда тебе, например, помощь нужна, ты отказываешься, но, следовательно, ты слаб. Ты слаб для того, чтобы принять. Тебе тяжело это сделать. Окей. Классно. Классно. У меня закончились вопросы по теме. Как ты себя чувствуешь? Не устала? Да, вроде пока нет, не устала. Ещё можем поболтать чуть-чуть? Да, можем. Хорошо, у меня есть нефтемные вопросы. Пробежимся по некоторым из них. Например, есть ли у тебя сокровища? Сокровища? Да. Как бы это ни звучало, но есть у меня сокровища. Это моя кошка. Я её безумно люблю. У меня в неё вложено гораздо больше. Сейчас проэмоциональное. То есть, когда я выбирала Сатюшеньку, а Сатюша могу говорить очень много, Сатюшеньку, получается, у меня была такая установка, какой дурак покупает кошку дороже 5000. Вообще, это полный идиот. Их вон на улице дофига, ещё сейчас покупать. И тут, получается, захожу я на форкуст, смотрю котиков, думаю, ну кого? И смотрел, сначала в пределах 5000. То есть, думал, не более. И тут случайно, там вот идут породы, я думаю, посмотрю все породы. И тут отыкаю на Абиссинца, смотрю, вижу ценник на тот момент, это было 35 тысяч, плюс доставка с находки. И я понимаю, что, ну я хочу. То есть, когда мне отправляют её фотографию, вот этот вот маленький комочек, вот это моё золото. И я понимаю, что я готова сейчас отдать любые деньги, я готова сама за ней приехать, я готова потратить время, силы, даже, возможно, где-то во вред себе. Но я хочу, чтобы вот эта душа была в рамках вот моей реальности, чтобы она вот была здесь. Я хочу видеть её, я хочу её целовать, я хочу её обнимать. И с ней у меня связь такая, она особенная. То есть с Сатюшей мы общаемся как раз невербально. Если я Сатюше, вот даже в голове говорю, Сатюшенька, иди ко мне, Сатюшенька каким-то образом она приходит. Сатюшеньке говоришь, Сатюш, давай целоваться, Сатюшенька целуется. Сатюшеньку обнимаешь, Сатюшенька тебя лапками обнимает. То есть Сатюшенька – это больше, чем кошечка, её я безумно люблю, и да, это некое такое моё сокровище, и она для меня очень ценна. Это если будем брать вот такое сокровище. Далее, ну, так же вот сокровище, ну, наверное… А если углубиться в этимологию слова сокровище? То есть это то, что ты сокрываешь от всех? Есть такое. То, что есть только твоё? Да, есть такое. Сатюшенька, она только моя. Но её видят другие люди? Видят другие, но я её всегда прячу. Она живёт дома. С Сатюшенька всё понятно. А если говорить про то, что ты от всех сокрываешь, у тебя есть такое? Что прям вот… Сокровище, что это только твоё, только для тебя? Ну… Не обязательно говорить, что это, можешь просто сказать, да, или нет? Что бы есть. И думала ли ты об этом? Нематериальное. Не обязательно. Тогда, если нематериальное, то, да, даже какие-то, скажем так, если вот именно, как ты сказал слово сокровище, в этой этимологии, я думаю, наверное, я думаю, ты изучал этимологию этого слова, потому что я вижу, что ты знающий человек, и ты, ну, к любому слову, прям так это… Ну, если подумать, сокровище, которое пираты ищут, это то, что сокрыто от всех. Это никто не видит, это нужно найти. А с точки зрения человека, это вот что-то, что есть только у тебя, только для тебя, это твоё сокровище. Ты никому это не показываешь, никому это не отдаёшь, и от этого в этом ценность. Ну, тогда даже можно подвести какие-то тёмные мысли, они есть, возможно, у любого человека. Да, невозможно, точно, тогда это тоже некое сокровище. То есть мы это скрываем от других людей, это находится в каком-то таком тёмном ящичке, который даже иногда саму-то открывать страшно, потому что откроешь, думаешь, ё-моё, в моей голове есть и такое, оказывается. Ну, как бы страшненько, закроем ещё, закроем ящичек, как бы уберём его, покрутим ещё. То есть, ну, тоже некое такое сокровище. Так же... Никогда бы не подумал, что тёмную сторону можно сокровищем называть. Ну, хорошо. Да. Ну, да, моё сокровище никому не покажу. Так же... Ну, пожалуй, есть. Да, есть такие моменты, которые, наверное... Ну, мы не будем о них говорить, иначе они перестанут быть сокровищем. Да, верно. Ну, это, наверное, какие-то, знаешь, вот из детства, как личный дневник. То есть, вот это некое такое сокровище, которое, ну, да, никому не покажу. То есть, там написаны какие-то там уже травмы, обиды, то есть, что-то такое уже личное, что вот, ну, просто лежит, и оно лежит. То есть, и как бы в моей семье, благо, личные границы любили и уважали, и принимали. Никто никогда не лез. То есть, если это лежит здесь, то Соня, значит, так надо. Все. То есть, Соня спрятал, и оно там и есть все. И до сих пор так. То есть, у меня есть какие-то вот такие вот тогда моменты, где написано, что вот личное, это личное, да. Это вот некое такое мое сокровище, которым я дорожу. Окей. Давай немножко про соцсети поговорим. Мы про Инстелл. Каким должен быть профайл девушки в Инсте с точки зрения будущего мужа? Здесь уже, ну, смотря, какой мужчина. Мужчина, который хочет завести семью, детей. Ну, ты же понимаешь, что семью, детей завести, например, мужчина, у которого такие, такое здравое отношение к здоровым отношениям, он хочет здоровые отношения, продолжительные. У него будет один вид. А есть, например, мужчина, он... Ну, не совсем. Который хочет завести детей и бросить их? Да. Или, например, он изначально кукол. То есть, ему вот это нравится, Нет, я с точки зрения традиционных отношений. Ну, тогда, наверное, все же эта женщина должна быть интересна, умна, уметь выражать свои мысли, умело смотреть в будущее. Какая мне инстадолжна быть? Инстадолжна, наверное, более сдержанная. Что ты имеешь в виду? Сдержанная, это, ну, без сисек, попы, без вот этого всего бывали. Без откровенных отговоров. То есть, все равно, мне кажется, если мы будем прям рассматривать мужчину, который вот ищет по инстаграму девушку, то ему это, ну, вряд ли понравится. Но также, также, на мой взгляд, и такая девушка может привлечь мужчину нормального, здорового, прекрасного. Если мужчина, ну, первый момент, если он абьюзер, любят они ярких женщин. А второй момент, если мужчине просто нравится, когда на его женщину смотрят. То есть, такие мужчины тоже есть, и он будет этого кайфовать. То есть, ему будет просто нравится, что вот в инстаграме она у меня звезда, она красивая на нее смотрит. Мы приходим куда-то, на нее смотрят. Ну, почему нет? То есть, и такая женщина, она может построить гармоничные отношения, но будет сложнее, потому что все же из, скажем так, десяти мужчин, которые ей напишут, девять будут те, кто хотят ее просто попользоваться. А женщина, которая все же ведет более такой сдержанный инстаграм, не размещая, скажем так, себя во всей красе. Но вероятность того, что ей напишет мужчина, который хочет и правда серьезные отношения, ну, гораздо выше. Окей. Сейчас я потерял скрипт. Скрипт. Влияют ли социальные сети на твое состояние? Можно ли сказать, что соцсети делают тебя менее или более счастливой? Нет. Ни в какую сторону? Ни менее, ни более счастливые они меня не делают. То есть, я не могу сказать, что я зашла только в инстаграм, и я прям счастлива. Больше скажу, иногда у меня бывает такое, что я захожу в инстаграм, и я понимаю, что, ну, вот мне сейчас нужно играть какое-то видео, мне нужно что-то сделать, и я от этого могу быть вот несчастлива или мне вообще все равно, но мне это надо сделать. То есть, мне это надо сделать, потому что все равно мне идет общение с подписчиками. То есть, мне надо это сделать. То есть, где-то я понимаю, что это может быть вообще неинтересно, не нужно, но это надо. Но от этого я не стану счастливее, менее счастлива. Конечно, опять же, наверное, если мы будем вдаваться в вопрос счастья, Это более глубинное. То есть счастье, оно находится уже внутри меня. Я уже сам определяю, счастлив я или нет. Но соцсети, они могут сделать меня радостнее или грустнее. Например, посмотрел ролик, например, где милый котик, мне стало радостно. Я посмотрел, например, какой-нибудь видеоролик, где, например, котик несчастлив, я уже не радостный. Вот есть, да, это может быть. Но вопрос счастья регулировать, ну нет, это не тот случай, что это. А если говорить не про тебя, а про человека или женщин в целом и про такой момент, как дофаминовая зависимость? Это может быть. То есть здесь, да, опять же, это зависимость уже от состояния радости, от состояния вот этого некого, неких положительных эмоций. То есть человеку их не хватает, и он пытается их восполнить вот с любой точечки. И Инстаграм тогда, ну и любая другая соцсеть, просто у меня есть только Инстаграм и ВК. То есть вот, причем ВК у меня страничка идет, она там просто вот такой котик и ноль подписчиков. То есть она так заведена больше, вот, ну, как сказать, если у кого-то есть ВК, чтобы я могла зайти. Вот, получается, такая зависимость, возвращаемся к теме, может быть, но, опять же, это уже зависимость от вот этих вот эмоций, которые он получает. И соцсеть, она может быть как источником этих эмоций, но не самим этим, но не самой этой эмоцией. То есть здесь человеку уже нужно понять, почему он зависим от этого, и как-то решить этот вопрос. Потому что сейчас ты себя пополняешь этим, супер, классно. А завтра ты можешь оказаться на необитаемом острове, что ты будешь делать. А наедине с собой ты несчастлив, то есть у тебя нет внутреннего счастья. И ты начнешь ходить в депрессию, у тебя будет стресс, апатия, ты начнешь ненавидеть мир, себя, ну и все. Ну и куда мы придем? В никуда мы придем. А если мы еще и на необитаемом острове, то максимум, с кем мы поговорим, это с рыбой, в лучшем случае. Ну и все. То есть если есть какие-то проблемы в жизни, то можно обратить внимание на свое отношение с соцсетями, потому что там может быть какой-то источник проблем. Да, да. То есть возможно ты заходишь в соцсети, потому что тебе там, например, пишет подружка, и в админ ты испытываешь радость. Но по факту ты же испытываешь радость, потому что тебе пишет подружка, ну встречайся с ней. Но если, опять же, ты испытываешь радость только от общения с подружкой, на тебя что-то нужно менять в жизни. Также если ты испытываешь радость только от того, что просматриваешь какие-то видеоролики, Но тебе нужно как-то менять свою жизнь Потому что у тебя источник счастья Это просмотр роликов Мы отключили интернет И с чем ты остался? Ты остался сам с собой А сам с собой ты несчастный Да, и можно обратить внимание на то, сколько времени ты там проводишь Да, конечно И на что ты мог бы это время потратить Окей, еще такой момент Про счастье Если взять Двух девушек Одна, которая не пользуется соцсетями Живет, грубо говоря В своем каком-то мирке Неважно, там, деревня, город Общается Каким-то образом в соцсовом взаимодействует И другая девушка, которая Активно пользуется соцсетями И Эти соцсети каждый день ей говорят Что она могла бы иметь Что могло бы сделать ее жизнь более счастливой Можно ли сказать, что В каком-то смысле Эта девушка У этой девушки больше потенциал чувствовать себя несчастной Потому что у нее нет всего вот этого О чем она знает Чем та девушка, которая, ну, живет и живет И знает о том, что у нее могло бы быть гораздо меньше Нет Ну, то есть, на мой взгляд, женщина, которая, например, живет в деревне Дует корову в 6 утра Она может быть в миллиард раз счастливее Чем та женщина, которая Живет такой социальной жизнью Ведет ее активно И смотрит там на какие-то бедюшки Где ей говорят, что у тебя все может быть супер-классно Она каждое утро делает аффирмации Она говорит о том, какая она прекрасная Медитация, йога Все это Она может быть при этом крайне несчастной Вероятнее, все равно она туда пошла Уже она уже несчастна Потому что когда человек счастлив Он почему-то не хочет заниматься У него и так все хорошо Так я к этому и клоню Что соцсети, на мой взгляд Имеют какое-то влияние на ощущение Счастья для женщины Не знаю, почему я говорю именно о женщинах Как я сказал, да? Когда ты находишься в среде В которой тебе со всех сторон говорят У тебя может быть вот так У тебя может быть вот так А так у тебя нет Но ты можешь получить И для этого нужно то-то-то Править нам денежки То есть тебе каждый день говорят Что у тебя могло бы быть Что сделало бы тебя счастливее В сравнении с тем, что у тебя этого просто нет Ты живешь в мире Видишь, как все есть Как устроено То есть, грубо говоря Я рада тем, что имеешь И не знаешь при этом Насколько все могло бы быть лучше Да, есть такое И женщины к этому склонны Склонны вот к этой вот оценке И к идеализации Потому что женщины, они, как правило Не смотрят, что стоит за этим А за этим стоит явно какой-то Травматичный опыт или кто-то Кто, ну, вот помогает создавать Вот эту картинку Но чтобы была эта картинка Нужно пройти вот этот путь И смотреть нужно не вот на это А вот на это Ну, это во-первых А во-вторых Еще такой момент, как Вот сейчас был в моей голове И сейчас вылетел Вспомню Женская идеализация Вылетела с головы Но я вспомню, я скажу Да, бывает Какая-то в этом плане заготовка Ну, то есть Твой типичный ответ Типичного ответа нет Но, в принципе, я понимаю, что То для меня счастье Наверное, если Близкие счастливы То есть у меня счастье Оно больше заключено В некой такой радости Моих близких То есть есть такое Что если я понимаю Что у меня близкие несчастливы Я невольно не смогу быть Абсолютно счастлива То есть, например, если Например, у меня вот столько А у моего близкого вот столько Мне будет некомфортно Мне захочется мое вот столько Разделить с ним Чтобы мы были в равных позициях И чтобы ему было хорошо И тогда я буду счастлива Если у тебя вот столько А у твоего близкого вот столько Ты счастлива? Да, за близкого Потому что у него вот так классно все А за себя? И за себя я счастлива в этом нет Потому что у меня есть стимул к стремлению То есть, если мой близкий не считает Нужен мне помогать Ну, ладно Ладно, это его путь Пусть не помогает Но я за него буду искренне рада И я буду понимать Что у меня есть куда стремиться Я вижу вот путь Я вижу путь Я знаю, как по нему пройти Ну, а также Вот, я вспомнила Что еще хотела сказать Я хотела сказать вот о том Что женщины Они вот очень часто смотрят Например, на картинку в инстаграме И они вот такие думают Ну, у меня будет так же Я должна так же жить Но маленький нюанс На этот счет мне нравится Пример с автомобилями Но вот представим У нас есть УАЗик И у нас есть БМВ БМВ никогда не станет УАЗиком УАЗик, БМВ Но ты можешь быть самым классным УАЗиком Или самым классным БМВ Ты можешь быть самым плохим БМВ хуже УАЗика Потому что УАЗик настолько классный Он настолько суперский Что такой УАЗик будут все хотеть Вот, поэтому нужно так же развиваться В рамках своей жизни Не смотреть на другого И в рамках своих возможностей И если вы ей возможности равны УАЗику Стань классным УАЗиком У нас, ну, так же, если брать на животных Если белочка захочет плавать как рыбка Вряд ли у нее это получится Один раз получится Да, один раз получится Но она, возможно, будет жить всю жизнь Думая, что я никчемная Я несчастная У меня вот все плохо А по факту ты просто классная белка А там классная рыба живет Поэтому нужно просто найти себя В этом мире И развиваться вот в рамках своей жизни А не смотреть на других То есть другой человек Он может быть неким таким триггером Он может быть такой некой целью То есть, я хочу так же Но если у тебя так не получится Ну, ты не должен расстраиваться И ты должен понимать Что за любым так же стоят испытания К этим испытаниям тоже нужно быть готовым Вот, это то, что я еще хотела сказать Такой вопрос В каком возрасте лучше всего заводить семью? Хороший вопрос На мой взгляд, опять же, у женщин и мужчин возраста разные То есть, если для женщины, на мой взгляд, возраст такой нормальный Это будет, ну, 19 Вот так Ну, до 30 Такой оптимальный возраст для семьи, создания То у мужчины от 30 То есть, вот, именно заведение осознанной семьи То есть, как правило, когда в большинстве своем Мальчики заводят семью в лет 25 У них еще в голове Они хотят гулять, веселиться, развлекаться У них еще нет вот этой некой серьезности И ощущения ответственности Когда все же мужчина уже за 30 Он понимает, какую ответственность он будет нести И он готов ее взять Также я за разницу в возрасте То есть, я считаю, что женщина должна быть младше То есть, даже, как бы сказать, сейчас неправильно я выразилась Разница в возрасте должна быть Даже не разница в возрасте Даже не это важно Эмоциональная разница должна быть Мужчина должен эмоционально быть сильнее женщины Вот Просто очень часто это подразумевает и возраст Потому что мужчина Коррелирует с возрастом, безусловно Да, вот Но если мужчина, он младше, но он сильнее женщины Прекрасно, это супер Но мужчина, он должен быть сильнее Вот, именно вот этот момент Да, может быть другой момент Если женщина старше мужчины Мужчина со временем будет засматриваться на более молодых Это может ему помешать быть хорошим мужем Да, тоже верно Вот А еще почему я рассказала, что вот женщина младше Это как из серии больше юмора Что из серии, когда мужчине уже, скажем так, за 40 Женщине 18 Но она еще тупенькая, ничего не соображает Он может ее сделать под себя То есть, как бы, ну, тоже, как бы С одной серии это удобно Но это уже об удобстве Это уже не о любви Это удобно в результате То есть, если ему получится, будет удобно Но процесс его может не порадовать Окей Но также, опять же, когда женщина слабее мужчины Вот здесь моменты на слабости, не возраста Мужчина делает женщину под себя А женщина, она будет создавать мужчину Уже исходя из тех знаний, которые дал ей мужчина То есть, все равно мужчина, он ведет И вот мужчина говорит женщине о том Вот куда пойти, как пойти То есть, женщина, она с разным мужчином разная То есть, мужчина, он статичный Если он был вот таким, как правило, вот с такой же Вот с этой женщиной Он найдет потом себе похожую женщину С определенной матричной программой И он будет такой же То есть, понятное дело, что с разными людьми Мы ведем себя по-разному С одной женщиной Мужчина может быть вообще деспотом и тираном А с другой будет просто вот любящим Заботливым, самым классным То есть, это да Но все же мужчина, точнее так, все же женщина, она более ведомая И она идет за мужчиной И в этом плане мужчина ее направляет И если он это делает сверху То женщина должна мужчину направлять уже снизу То есть, такая вот доминация через служение и подчинение То есть, она Как шея, что ли Да, почти как шея Снизу Окей Да, так снизу Да, прикольно Дети, как цель отношений Это плохо? Именно как цель? Да Конечно Иначе это у нас будет Возможно, сейчас либо вот маленький такой нюанс И пояснение Что я поняла под этим Когда, например, женщина, она готова Несмотря ни на что, вот сейчас по-быстрому забеременеть Чтоб мужика удержать Ну, такая как цель ее Вот Ну, нет, я не это имею Ага, ты все, поняла Тогда цель любых отношений тогда это продолжение рода Ну, мы встречаемся, мы вместе, мы пара То есть, и мы решаем продолжить наш род Но опять же, должно быть взаимное решение Но это не сама цель отношений То есть, понятное дело, что если мы будем идти более глубинно То цель, вот, встречи мужчины и женщины Это создание потомства То есть, мы создаем потомство Вот эти детки там вырастают и тут дальше То есть, это некая Некая вот эта вот как раз вот сексуальная связь Которая образуется между мужчиной и женщиной Для продолжения своего рода Но сказать, что это прям вот сама цель Мы, несмотря ни на что, вот вместе Для того, чтобы продолжить наш род Но у вас какой-то великий, могущественный род Кого? Этих, не знаю, краснопупкиных? Нет, конечно, род великий и могущественный Я согласна Но все же не стоит прям, возможно, самоцелью Ставить именно вот продолжение рода Все же сама цель должна быть, что нам хорошо Нам комфортно Мы любим друг друга И уже из вот этого состояния изобилия Из состояния любви Мы приходим к тому, что мы хотим Вот продолжить наш род Но и состояние любви, изобилия То есть, на мой взгляд Вообще, к рождению ребенка нужно подходить так Что я хочу, мужчина хочет Мы хотим ребенка через любовь И мы готовимся к этому процессу То есть, это некий уже сакральный процесс Это не просто секс То есть, просто секс, вон, его много вокруг Это уже нечто большее И ребенок, он должен рождаться в гуне благости А не в гуне страсти И родить в гуне благости Это очень сложно В большинстве своем Люди рождены либо в благости Либо в страсти Либо в невежестве То есть, невежество Это когда вот алкоголики напились Такие, причем именно алкоголики Не просто под состоянием алкогольного опьянения И родили этого ребенка Или же в гуне страсти Когда мама с папой захотели И, ну, в большинстве Мы, дети, именно таких связей Я не исключение То есть, когда, ну, вот Возникла страсть искра И вот в состоянии от страсти искра Забеременела Ну, дальше, а почему нет? Но к этому не готовятся сакральные А на мой взгляд, стоит именно к этому процессу готовиться Но, к сожалению, к этому очень сложно прийти То есть, даже я об этом говорю Но сказать, что я к этому прям пришла Нет То есть Ты сказала, что Когда говорила о цели отношений Сказала, нам должно быть хорошо и комфортно Что делать в отношениях, если стало нехорошо и некомфортно? Это значит, что отношения нужно заканчивать? Нет, ни в коем случае Это означает, что нужно работать над этими отношениями Когда-то же было хорошо Не обязательно должно быть хорошо и комфортно Не обязательно Но, опять же, начало отношений. Мы встретились, нам хорошо, комфортно. Дальше стали возникать трудности, и мы справляемся за теми трудностями. Отношения, когда вот я слышу такую фразу, что отношения – это лёгкость некая. И вот эта вот лёгкость. Где вы видели лёгкость, когда отношения – это труд? Это труд двух людей. То есть это дорога, вот на которой мы идём друг другу навстречу. Если один идёт, другой стоит на месте, это односторонняя дорога. То есть мы идём навстречу друг другу, и мы работаем над этими отношениями. Мы пытаемся всё это исправить, и мы пытаемся прийти к той картине, которая была изначально. Но изначально-то ты был хороший, я была хорошая, мы любили друг друга, мы восхищались. Что произошло? На каком этапе произошла поломка, что мы вдруг решили, что мы враги? Что я не хочу тебя видеть дома, а ты решил, что лучше задерживаться на работе. Что произошло? Давай это решать. Смысл просто обижаться или же разрывать отношения. Ну, разорвёшь ты эти отношения. Ты придёшь в новых отношениях в эту же точку. Придёшь в эту же точку, и у тебя снова возникнут трудности. Потому что, ну, вот это вот эффекта «Вау!» Он, ну, сколько, первые 2-3 года, пока длится вот эта вот эйфория любви, розовые очки. А дальше мы их снимаем, и мы видим человека, мы видим человека со своими минусами, со своими плюсами, которые были и ранее. Но почему-то мы решили, что теперь эти плюсы, они резко стали минусами. То есть нужно что-то проработать, понять проблематику. То есть, на мой взгляд, любые отношения нужно сначала попробовать восстановить. То есть, если отношения вот восстановить уже никак нельзя, то, как правило, люди в этом случае, они просто садятся друг на друга против друга, и они говорят, что вот такая ситуация сложилась, тебе не кажется, что эти отношения стоит уже просто прекратить, безболезненно, давай будем друзьями. То есть я за то, что после расставания можно быть друзьями, не обязательно быть врагами, не обязательно мужчину терроризировать потом алиментами, говорить, там, какой ты вот плохой, какой ты предатель, и как-то низко поступил. Не обязательно женщину оскорблять, что она вот такая вот шлюха там ушла от меня. Нет, можно быть друзьями. И вот эта дружба и понимание, оно складывается именно вот, когда люди могут сесть и сказать, что, ну, мне кажется, сейчас мы перешли на какой-то вот новый этап нашей жизни, и в этом этапе, ну, мы друг другу не подходим. Я безгранично, безмерно тебе благодарен за то, что ты для меня сделал или сделала. То есть я буду тебя там любить как человека, я тебя буду ценить, я тебя уважаю, но сейчас пришло время. Но я тебя бросаю. Да, но сейчас пришло время, вот мы с тобой принимаем совместное решение, мы расходимся. Если это решение принято не совместно, следовательно, еще все можно восстановить. Если хотя бы вот один, хотя бы, вообще, если нас двое, и один из считает, можно все восстановить, значит, эти отношения еще не закончены. И нужно попробовать их восстановить. Если уже ничего не получится, в этом случае тогда все, ну, да. А если дети? Дети... Это влияет как-то на ситуацию? У многих да. То есть многие считают, что должна быть полная семья, что... Это как считаешь? Я считаю, что дети должны видеть счастливых родителей. То есть если родители без конца вот ругаются, и серии получают так, что ребенок в кроватке своей спит и слышит, как мама с папой ругаются, и как они друг друга ненавидят. А на утро они вот это улыбаются и говорят, сыночек, у тебя все хорошо? Как тебе спалось? Да хреново ему спалось. Он видит лицемерных родителей, он видит, что мама несчастлива с папой, о том, что папа несчастлив с мамой. Да и нахрен вы вместе тогда? Если вы ничего не прорабатываете, начинаете что-то делать. Если вы думаете о том, что ребенок это не видит, не слышит, да все он видит и чувствует, и слышит. То есть если у родителей в отношениях все плохо, ребенок это чувствует. И он будет гораздо больше счастлив, если он будет видеть маму и папу по отдельности, но они оба будут улыбаться, они будут наслаждаться, они будут встречаться, возможно, в кафе, общаться на какие-то общие темы и кайфовать от этого общения. И, возможно, это общение, оно или опять перейдет в рамки семьи, или же они останутся классными друзьями, но ребенок будет видеть, что, во-первых, родители не лицемеры, он будет видеть то, что родители счастливы, и что после расставания жизнь не кончается. И не нужно вот это вот пытаться сохранить, если уже все разрушено. Что такое, если все разрушено? Все разрушено, это когда уже вот мы сильно против друг друга, и мы понимаем, что восстановить это уже нереально. Мы верим, что нереально, но это не значит, что это нереально. Да, но мы вот понимаем, что на этом этапе, вот наша жизнь, лучше, например, создать дистанцию. И любое расставание, оно создается с дистанцией. Мы создаем дистанцию, и мы смотрим, как бы, а как нам? То есть хорошо – нет, тянет – не тянет. Возможно, создав дистанцию, мы поймем, что, ну, нет, еще не конец, и нужно вернуться. А возможно, создав дистанцию, мы скажем, да, вот сейчас мне хорошо, сейчас мне комфортно, как бы давай разрывать, все. И человек, который… Сейчас мне комфортно – это про себя, а не про детей. Да. По поводу ребенка, с ребенком нужно говорить, и ребенок, он должен понимать, что эгоизмом все не решается. То есть то, что тебе плохо, это печально, но ты должен подумать также о нашем комфорте. О том, что мы сейчас будем вместе, ты будешь видеть. И обрисовать картинку. То есть ребенок, он не дурак, он все понимает. С ребенком нужно договариваться, с ребенком нужно говорить. Безусловно, не должно быть такого, что ребенку усилия вот так и никак иначе. У тебя как будто бы всегда два варианта. Остаться вместе и все будет плохо, или расстаться и все будет хорошо. Почему я говорю еще прорабатывать? Можно остаться вместе и прорабатывать взаимоотношения эти, и возможно, все станет хорошо. Ну, стоит вопрос только один. Как понять, что больше прорабатывать нельзя? Прорабатывать нельзя, когда мы уже садимся и понимаем, что мы не готовы. Мы попробовали, мы попробовали все возможные варианты. Все возможные варианты попробовали, серьезно? Ну, которые были в нашей вселенной. То есть вот в нашей голове то, что возникло, мы всё попробовали. Да, то есть вот мы такие сели и такие подумали, не, ну, курицу мы вместе готовили, голубям головы отрезали, да, как бы больше ничего сделать мы не можем, мы расстаёмся. Как бы, ну, если, конечно, всё ограничится только такими показателями, то это печально. Но всё же это, когда люди уже уходят в какие-то духовные практики, они начинают более глубинно мыслить и видеть суть проблемы и пытаться проработать эту суть. То есть суть проблемы, они до неё доходят. То есть они вот опускаются, доходят до вот этой точки, где началось всё, и пытаются там всё решить. Ну, так доходить до сути получается лучше, чем расставаться? Конечно. Почему ты говоришь, что лучше расстаться? Момент такой, что я сразу сказала, что мы потом сначала проработать. И в случае, если даже… То есть бывают случаи, когда проработать невозможно. Да, то есть бывает, когда вот мы даже… Да, может, лишь ты пример. Сейчас объясню. Когда вот мы дошли до этой точки, мы её проработали. То есть мы пытались, но теперь мы как… Ну, отпустили друг друга, всё. То есть уже нет вот этой некой боли, зависимости, привязанности. То есть нас изначально держала вот эта точка боли, и мы её проработали. И сейчас мы друга отпускаем. Всё. То есть мы же тоже встречаемся все не просто так. Мы встречаемся для получения какого-то опыта. И если этот опыт получен, то этот человек, он начинает плавно уходить из нашей жизни. А на тему того, какие моменты очень сложно проработать. Ну, например, это возможно, но это тяжело, и бывает такое, что не получается. Например, тема измен, именно если вот мужчина изменяет женщине. На протяжении, например, всей жизни он ей изменяет, изменяет, изменяет. Она это на каком-то этапе, например, узнала и стала молчать. Вот она точка боли. Когда она стала молчать, их отношения стали разрушаться. Они разрушались каждый день, каждый час, каждую минуту и каждую секунду. Мужчина этого не понимал, он продолжал гулять, он продолжал кутить. Ему было всё классно, супер. Тут они доходят до какой-то точки, когда женщина говорит, нам надо расстаться. Она говорит, а что не так? И они доходят до вот этой точки, где он вот ей изменил в первый раз, она об этом узнала. А уже столько всего прошло после, например, прошло уже 20 лет. На протяжении этих 20 лет он ей изменял 19 лет и, например, 245 дней. Он все эти дни ей изменял, и она об этом знала. Там уже настолько глубинная боль, что даже отпустив вот эту ситуацию, она уже просто ведёт к тому, что я отпускаю тебя, всё, как бы не могу. То есть это уже такая уже наболевшая будет тема, которая продолжалась очень долгое время. И здесь самое лучшее будет это отпустить человека и остаться друзьями. То есть есть какая-то вот такая боль, которая невозможна. А помимо измен ещё есть что-то? Безусловно, помимо измен. Например, что ещё? Именно точки боли сейчас будем брать. Например, не во взаимоотношениях родительских, да, у мужчин и женщин. Возьмём родительские. Например, насилие в семье. То есть... А помимо насилия и измен. Ага, помимо насилия и измен. Например, это может быть какая-нибудь ложь очень сильная. То есть ты меня обманул, если ты меня врал на протяжении всей жизни и манипулировал при этом. То есть ты выставлял ситуацию, которая не была за правду. Это может... Психопатия? Да. То есть это может повлиять. Это в каком-то смысле измена? Предательство? Да, это предательство. То есть ты меня врал. Манипуляции. То есть когда человек начинает активно тобой манипулировать, когда ты приходишь к себе настоящему, ты понимаешь, что, блин... Ну, короче, проблемы с психическим здоровьем. Конечно. То есть это тоже уже вот очень сложно, скажем так, простить-то можно, принять. То есть на уровне принятия, как бы, ну, сложно принять-то будет. Окей. Но простить, простишь. К браку мы еще вернемся. Я еще про цель отношений хотел сказать. Ты можешь сформулировать? Цель отношений? Дети как цель отношений. Это плохо или хорошо? Именно как вот цель? Да. Мы вступаем в отношения ради детей. То есть мы друг друга не любим, у нас нет никаких точек соприкосновения. Нет, нет, нет. А, то есть просто тогда это прекрасно, если люди осознанно принимают решение продолжить свой род. Это классно. Супер. Я считаю, что целью отношений может быть несколько сразу. Безусловно, их может быть несколько. И я считаю, что дети – это должно быть главной целью. Почему я говорю «должно быть»? Потому что, как ты сказала, смысл вообще отношений – это продолжение рода. Но на мой взгляд, эта мысль гораздо глубже, чем ее обычно понимают. Потому что заняться сексом и родить ребенка – это одно. В этом нет ничего сложного. Это не продолжение рода. Продолжение рода – это родить, воспитать таких людей, которые смогут родить, воспитать таких людей, которые смогут родить и так далее до бесконечности. То есть это сводится от заняться сексом до стать человеком, который сможет воспитать таких детей, который сможет воспитать таких детей и так далее. Это нереально сложно. И туда входит все. И нормальные отношения с супругом, с людьми, быть хорошим человеком, благо-благо. И вторая цель, на мой взгляд, которая тоже важна и которую я выделяю – это спасение души, то есть психика. Примерно то же самое, о чем я говорил, когда мы говорили про дружбу. Человеку нужен близкий человек на средний и долгий срок, который будет говорить ему, когда он… Все, что он думает о нем, грубо говоря. На мой взгляд, это очень важно. Правильно ли я понимаю из всего, что ты сейчас говорила, что брак – это не навсегда в твоем мире? Вот знаешь, если идеализировать, мне хочется, вот как мне хочется. Мне хочется, конечно, чтобы было вот… Даже об этом не назову… Вот брак, он не навсегда. Союз. Союз – он навсегда. То есть… А брак – это не союз? Брак – это что-то бракованное. Как? Брак – это что-то бракованное. А союз… Почему брак – это бракованное? Потому что слова похожи? Ну, мне слово «брак» не нравится. То есть, если мы будем даже вдаваться… То есть, тебе не нравится слово, но то, что оно означает, тебе нравится. Не-не, сейчас тебе объясню. То есть, если мы возьмем ранее, ну, то есть, вот вообще еще ранее, 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 то браком называли союз между мужчиной и проституткой. И если мы даже возьмем, то были весты и невесты. И невеста – это вот как раз женщина, которая уже порочная, которая не очень благостная. Это невеста, и у нас сейчас все невесты. А веста – это была благостная женщина. И создавали союзы с вестами. Если даже брать вопросы родов, то, как сейчас они проходят в таком лежачем положении, раньше так, по одной из версий, рожали проституткой, потому что это более болезненные. А роды, которые идут, естественно, это девушка сидит. То есть, она сидит, и ребенок выходит. Тогда у нас позвонки не нарушаются, а сейчас у нас практически каждый второй с проблемами с позвоночником. Потому что, когда его вытягивают, невольно нарушают это. И если мы даже будем брать, очень многим нарушают именно горловое зажим. Потому что, когда вытягивают, почему-то проблема именно здесь у многих. И следом у нас проблемы идут почему-то в районе копчика. То есть, такой половой зажим тоже формирует. И это именно вот такие вот роды. Это было сделано неспроста. Это было сделано для того, чтобы проститутки как можно больше испытывали боли в момент своих родов. И как можно больше мучились. И чтобы их дети, они были вот сразу бракованы. И там были браки. А союз это немножко другое. И в моем мире, вот в моем, как я считаю, что... А можно я спрошу, откуда вся эта информация? Почитала, слушала учения. То есть, в принципе, могу это даже найти. То есть, так как я читаю достаточно много, я вот даже сейчас не смогу тебе сказать, где конкретно это было. Но это точно было, я могу отправить эту информацию. То есть, в принципе, найти ее будет несложно. Я думаю, даже если ты захочешь, ты ее сможешь найти. Но это не художественная литература? О, нет. Нет. Это также, наверное, будет больше, как что-то из разряда псевдопсихологии. То есть, на мой взгляд, вообще сказать, что существует какая-то вот прям история, очень сложно. Потому что она переписывается по 125 раз. Вот психологи, энергопрактики, там уже идет что-то из серии, что вот мы там чувствуем, что вот было вот это, это, это. Потому что там вот были такие-то учения, и начинают это приводить в пример. То есть, вот основываясь на учениях, складывается определенная картинка. Вот. Я могу это поискать и найти. Я правильно понимаю, что люди сейчас не понимают, что рожать лежа – это плохо? Нет, не понимаю. Почему? Ну, потому что эта информация от них скрыта, об этом не говорят. И даже если вот этот подкаст послушает кто-то, и найдется 90%, даже 95%, 99% тоже скажут, это ебанутая. Она просто ничего не понимает. Вот и все. Ну, знаешь, почему люди так скажут? Почему? Потому что один человек, вероятнее, заблуждается, чем 8 миллиардов. Возможно. Тем более ты не в медицине, не во всем этом. Да, я согласна. Ну, опять же, у меня также семья врачей. И я с ними общалась на этот счет. То есть, так, врач, у меня бабушка кушер-гинеколог. И я с ней на этот счет общалась. И она как бы не говорит им, что там как уражали там проститутки. Не проститутки, нет. Но она говорит, что и правда, если женщина, когда даже у нее отходит вода, у нее схватки. Когда девушка находится в полусидячем положении, ей менее болезненно и ей проще. И когда она лежит, болей больше. То есть, а когда она почему-то сидит, плод тогда выходит ровней и болей меньше. Но принимать роды таким образом не имеют права по ГОСТу. Все. Интересно. То есть, ну, это из таких моментов. Вот. А о чем мы там говорили? Про брак. А, брак, вот. Так вот. И про союз. Да, брак, союз. Получается, мне хочется верить, что, может быть, вот с одним человеком всю жизнь я хочу в это верить. Но, к сожалению, к сожалению, мы с детства немного, скажем так, искалеченные души, которые не видят, что такое правильные гармоничные отношения. И невольно, когда мы выходим в социум, мы не понимаем, как их строить. То есть, мы не понимаем, как, мы не знаем, что и через пробы, и ошибки мы идем. И если мы к этому пришли, супер классно. Мы тогда своим детям сможем объяснить, что, да, у меня не идеально. Но, может быть, так. Уже наш ребенок, он своим детям, основываясь уже на нашем опыте, на знаниях, он уже своих детей воспитает по-другому. Но мне хочется верить, что могут быть отношения с одним человеком и на всю жизнь. Но, к сожалению, в современных реалиях это не так часто встречается. Но я рада, когда люди идут по жизни вместе, скравляются с трудностями, несмотря ни на что, остаются вот рядышком. Это классно. Если они могут пройти все сложности и остаться вместе. А ты собираешься вступать в союз, из которого нельзя выйти? Да. Мне хотелось бы это. Хотелось бы или ты, прям, вступая в этот союз, будешь уверена в том, что из этого союза выйти нельзя? Только смерть вас разлучит. Знаешь, вот быть уверенной во всем полностью нельзя. Не во всем, только в этом. Скажем так, вступая в союз, я беру на себя ответственность за то, что эти отношения не закончатся по моей инициативе. То есть я буду пытаться работать над этими отношениями, я буду пытаться вернуть, восстановить и прийти к тому состоянию, которое было изначально. Возможно, даже, да невозможно, а точно, в ущерб где-то своим желаниям и вообще себе. Но я буду до последнего пытаться восстановить эти отношения. Если уже, конечно, вот вообще никак, ни при каких обстоятельствах, и вот мужчина такой, ну вот, я не могу. То есть, ну, не знаю, какие там ситуации могут произойти в жизни, но вот никак, да. Ну, это уже будет другой вопрос, но я не буду инициатором этого. А ты будешь искать партнера, который считает, что это союз навсегда? Или ты будешь допускать, что, ну, вот он так относится, и ладно? То есть в каком-то смысле ты создаешь ситуацию, в которой, возможно, что он не захочет, то ты на него повлиять не можешь, ну и до свидания. На мой взгляд, все же отношения должны складываться, когда у людей есть общие взгляды. Люди должны смотреть не друг на друга, а в одну сторону. И если мы смотрим не в одну сторону, то, вероятнее всего, мы и расстанемся. То есть... То есть у вас будет одинаковое мнение на этот счет? Да. То есть все равно мнения должны быть у людей схожи, взгляд должен быть схожий. У людей могут быть разные увлечения, разные там занятия, возможно, где-то разные мысли, но все равно должны быть некие такие точки соприкосновения, основные, основные, если это касается отношений, в которых у нас будет вот общий взгляд, общий взгляд на вещи и общий взгляд где-то на воспитание детей. То есть понятное дело, что, на мой взгляд, например, если женщина хочет, чтобы ребенок, скажем так, образом говоря, ел брокколи, а мужчина хочет, чтобы ребенок ел мяса, ну, мне кажется, тут стоит все же пойти вот в сторону мужчины, да, и вот кормить ребенка так, как вот стоит его кормить, а не так, как тебе нужно, потому что вегетарианка. То есть он вырастет, если он решит пойти в эту сторону, он сам пойдет без твоей помощи, но ты не должна его насиловать этим. Вот. Окей. Мне кажется, проблема людей одна из бесконечного множества. Если говорить про бесконечный союз, в том, что когда люди вступают в союз, из которого можно выйти, но, например, только если там, ну все, конец, пипец, то есть я буду делать все возможное, то есть во всех остальных случаях я не выйду, а вот в этом-то выйду. То они просто делают так, что вот это происходит. Да, есть такое. И все. Да, есть такое. Вот на удивление все именно так. То есть вот чего мы боимся. Потому что отношение это сложно, и как только возникает проблема, которую ты не хочешь решать, а у тебя есть запасной выход. Все. Да. До свидания. Да, да. Ты согласна с вами, да? Да, здесь с тобой согласна. Супер. То есть надо сказать, что ты очень хорошо ведешь подкасты. Общаясь с тобой, ты перестаешь замечать всех вокруг. Я понимаю, эту атмосферу задаешь ты. Да? Да, и это классно. Это магия наушников и микрофонов. А, да? Да, в каком-то смысле. Ты поймешь это, когда их снимешь. Это другой мир вообще. Спасибо за комплимент. У меня гигантский опыт. Это 50-й выпуск. О, вау, еще и 50-й выпуск. Да. Ну, на самом деле 51-й, просто был еще нулевой. Но номер 50. Что, будем закругляться? Мне кажется, уже 3 часа. Сколько мы, кстати? 3.13. Сейчас уже? Да. Вау. Так что обратную связь можешь какую-нибудь дать кратенько? Как у тебя ощущения? Какие были ожидания? Какая реальность? Знаешь, ты классный. Ты классный. Ты очень спокойный. Ты умеешь доносить информацию. У тебя не замусорена речь. То есть, а это очень важно. Ты достаточно красноречив. Ты многое знаешь. С тобой интересно. С тобой интересно общаться. Ты не глуп. Это еще прекраснее. Вообще, люблю, когда человек умен. А тем более, когда мужчина умен. И он умнее тебя. И на каких-то моментах я с тобой общаюсь и понимаю, что, ну да, человек умен, интересен. Это классно. Это супер. Спасибо. Да, спокойно, комфортно. Никого не замечаешь вокруг. Ты умеешь располагать к себе. То есть... А от себя я умею располагать? От себя. Думаю, тоже умеешь. Не было такого? Нет, такого не было. Класс. Но я думаю, если ты захочешь, ты сможешь. Безусловно. Мне кажется, это кто угодно может. Ладно, спасибо большое тебе за обратную связь. Очень приятно. Мне тоже все понравилось. Спасибо тебе большое, что пришла. Было приятно поговорить. Очень интересные ответы. Все классно. Мне надо еще поработать над опытом довольно обратной связи. Я еще раз хочу напомнить всем, что подкаст выходит каждую неделю, поэтому подписывайтесь. Если хотите попробовать себя в качестве подкастера или записать пробное интервью, напишите мне. Ты хочешь что-нибудь прорекламировать? Наверняка хочешь. У тебя есть минута-две, чтобы рассказать людям, как ты можешь им помочь и как тебя найти. О, тогда это очень сложно. Надо было говорить об этом. Оказывается, тебе еще рекламировать нужно. Без напрягов. Ну, я не знаю, можно ли говорить, чтобы подписывались на Инстаграм. Конечно. Тогда подписывайтесь на Инстаграм. Я тебе тогда отправлю, Литя, он есть. Ссылочка на этот в описании. Там, по-моему, у меня мисс.софи, нижнее подчеркивание. По тему помощи. Вот просто я так сказал, прорекламирую себя. Ну, говорить, что я, например, самый классный психолог, который вам поможет решить любую проблему, ну, не буду. Я не самый классный психолог. В твоем мире? Только если в моем мире. Я же понимаю, что я ищу мир других людей. В рамках мира этих людей. Но я не самый классный психолог. И, возможно, помочь я вам не смогу. Но какую-то информацию полезную дать точно смогу. И постараюсь помочь. То есть вот здесь момент постараюсь. Постараюсь помочь. Но да, я не знаю, как себя рекламировать. Интересно, видишь, теперь ты знаешь, над чем можно поработать. Ты так сказала, это прорекламирую себя, свои услуги. Я поняла, как я прорекламирую себя и свои услуги, если я не знаю, как рекламировать себя и свои услуги. Ну, в каком-то смысле ты три часа сейчас их рекламировала. А, ну да, кстати, как говоря. Ну, вот так вот сделать выжилку из серии «Приходите ко мне, я вам…» А, нет, да, «Приходите ко мне, я всем налью чай и кофе». Класс. А где у тебя проходит? Получается, Светландская 66Б, кабинет, первый этаж, первый кабинет. То есть, да, а, да, вот адрес. Да, в центре удобненько. Да, очень удобненько. Рядом, получается, корабельная набережная с парковкой, засадой, как и во всем Владивостоке. Но найти место, где припарковать можно. Кабинет очень комфортный, уединенный. Если мужская и женская зоны, если женская зона, это как только заходишь, ты оказываешься в таком розовом мире. У меня здесь девочка с шариками, единорожка. То есть, всё такое милое, красочное, мы там прорабатываем детские травмы. Если мы идём дальше, то там у нас идёт уже более зона такого мужская. Она уже в тёмных тонах таких. Там уже идёт как раз психологическое кресло. И такая некая зона уже для регресса и проработки уже неких таких внутренних моментов. Именно в состоянии таком вот поле лежать. Но если человеку так же комфортно из детской зоны быть в той, я могу открыть дверь, и он там может лежать. То есть, тут уже кому как комфортно. Но вообще-то зона, она больше идёт у меня для регресс-терапии. Класс. Привет кому-нибудь хочешь передать? Привет. Я передаю привет маме и своей кошке Сатюше. Класс. Кошка тоже будет смотреть подкаст, значит. Хорошо. Я передаю привет своему самому преданному подписчику. Это моя жена, и я тебя люблю. И всем спасибо. Спасибо ещё раз тебе, Соня. Спасибо всем, кто дослушал. Всем хорошего дня. И пока. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо.